Она искренне работает над собой, ходит на курсы, психолог, все есть. Что бы ты посоветовал? Мы когда не работаем, нам кажется, что мы упускаем что-то, то в популяции испанцев там наоборот. То есть сидя на работе, им кажется, что они тратят свою жизнь. Книг, обучение и так далее. Моя позиция сейчас однозначно. Нет вопроса, не надо ничего изучать. Потому что истощение наступает не столько из-за напряжения, сколько из-за отсутствия расслабления. Если есть человек в тревоге, то с ростом дохода тревога будет расти, а не уменьшаться. Подкаст «Зеркало». Это я, Куан Шумбай, клинический психолог, нейротрекер. Приглашаю своих людей, тех людей, которые очень сильно уважаю, чтобы обсудить те вещи, которые мне интересны и меня волнуют данным методом в моей жизни. Это не попытка объяснить, как вам быть, как вам жить. Это попытка обсуждать то, что мне интересно. И вы, как наблюдатель, наверное, смотря на то, что происходит в подкасте, как другие люди пытаются быть свободными в полном смысле этого слова. Вы можете понять, как это отражается в вашей жизни, наверное, используя то, что мы обсуждаем здесь. Можете быть свободнее, счастливее. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо большое, что вы смотрите. Мы подкаст поделили на временные отрезки. Вы можете смотреть иногда именно то, что вам интересно, отвлекается в моменте. Спасибо большое еще раз. Приятного просмотра. Добрый вечер. Спасибо вам огромное за подкаст с Артемом. Очень много ответов получил на свои вопросы актуальные. Сейчас хочу немного побыть в этом. Делаю тайм-код к видео. Я поняла, что буду пересматривать много раз. Тема очень глубокая. Думаю, что сознание должно быть готово к такой информации. Приветствую, друзья. Сегодня у меня, наверное, такая хорошая презентация. Презентация себя, как человек, который хост подкаста, потому что обычно я на русском языке участвую в подкасте в качестве гостя. Сегодня та история, которая началась 8 лет назад. 8 минут назад, 5 мая, а что в мае, я первый раз увидел. Тогда я был большим фанатом Тинькоффа. У него был канал. Не помню, как он назвался. Потом у него был рядом партнер. И у него был тоже канал. И в этом канале выступил Артем Овечкин. Тогда у меня были рестораны в Руми. И в 15-м году, что мая, было опубликовано видео. Я смотрю сегодня 3900 просмотров. И там увидел Артема. И я так был впечатлен этим разговором. 13 октября 2015 года я поехал в Москву, нашел Артема. Благо он ответил. И такая хорошая наша, не знаю, как это можно назвать, дружба, наверное, началась. И я прям горжусь всеми этим процессом. И сегодня, наверное, для меня очень большая честь быть в этой студии с Артемом через 8 лет. Всем привет. Привет. Добро пожаловать в Казахстан. Валейхусалам. И сегодня я хочу вас познакомить не только большим человеком для меня, очень важным, но и с глубокомыслящим человеком, который очень по-разному подходит к бизнесу, к жизни, к психике. Я первую свою книгу посвятил своим родителям. Вторую свою книгу, которая называется «Секреты», которую нам не рассказали Артему, целую книгу посвятил. И третью книгу мы сегодня, я вот последний был, потому что уже полгода назад я его посвятил, посвятил Абаю. Поэтому я вот Артему благодарен так, что прям посвятил в свое время книгу. В восьмом году, когда у меня 17-18 год, у меня был такой для меня тяжелый год, тяжелый период. Так долго уже много было рассказано об этом, такая суицидальная какие-то мысли и каких-то таких экзотициальных проблем, которые у меня было. Артем очень сильно помог, чтобы я потом приобрел ту уверенность в жизни, наверное, вкус жизни, который у меня есть, слава Богу. Артем до сих пор продолжает таскать меня по той пути, который мне нравится в точке зрения психологии. Поэтому я вот горжусь тем, что сегодня я вас презентую. Сегодняшний наш подкаст, я вот, надеюсь, открывает новый цикл. Хотел назвать «Я не ваш психотерапевт», здесь как Тони Рокинс, «Я не ваш гуру». Но потом понял, что это такое слишком сильное заявление, поэтому сегодня мы решили этот подкаст, в целом цикл таких подкастов, называть «Зеркало». Потому что нету такого ощущения учить кого-либо. Мы с Артем, наверное, будем обсуждать. Хотя у нас сотни часов разговоров было. В целом я хотел, чтобы вы поучаствовали в этом разговоре. И если увидите себя, если увидите что-то, что может в лучшую сторону изменить вашу жизнь, будет классно. Поэтому, наверное, очень символично назвать наш подкаст «Зеркало». Артем, добро пожаловать в Казахстан. Спасибо. Ты последний раз был четыре года назад, да? Мне кажется, да. Как тебе, Алмата? Мне очень нравится прекрасная погода. Рестораны, еда, люди. Прям я в восторге. Ну и тебя казах тоже любят, да? Да, наверное, не знаю. Может быть, нет. Я вообще люблю тебя знакомить с казахами. Салмани восхищается кубиной. Наверное, знаешь, Тём, как раз таки я же вырос в достаточно религиозной среде. И вот после такого знакомства с тобой, вот этот паттерн делить своих на чужих сломалось, потому что я считаю, что ты очень сильно мне помог, будучи не мусульманином, да? И с тех пор вот это разделение религий, как такое, у меня вот в жизни пропало в целом. Как бы, ну, ожидаешь поддержку, условно говоря, если кто-то поможет с твоей религией, а вот когда другой человек, условно говоря, нации, другой культуры, когда тебе помогает фундаментально, офигеваешь. Потому что, давай поговорим об этом. Разделять на своих чужих, это вообще, а где взята история? Это же психика, так работает, да? Своих чужих ты имеешь в виду по... По все параметры, по языковой... Да, мне кажется, это эволюция. То есть это один из таких каких-то фундаментальных принципов эволюции, да? И было очень такое интересное исследование, проведено на примере фильма «Аватар». Вот, это делал русский ученый Юрий Александров, да, Юрий Александров, ну вот, который возглавляет лабораторию изучения мозга. Могу что-то передумать, перепутать, но не так важно. Ну вот, и исследование заключалось в том, что брали, после просмотра фильма «Аватар», брали, значит, и делали опрос. Типа, за кого были те или иные люди в зале, да? Там, за людей или вот за «Аватаров», или как там называли, да, эту цивилизацию. Ну вот, и оказалось, что, ну, если мы там сам фильм вспомним, я его не очень хорошо помню, да, но мне кажется, там основная идея была, что люди, как бы, захватчики, они вот на прекрасную планету, то есть, типа, вот, человечество, ну, в плане людского воплощения, оно такое агрессор, да. И вот стали опрашивать и увидели такое удивительное какое-то разделение, да, что там взрослые, ну, то есть, после какого-то возраста, там, 30 лет, они были за людей, слышат, те, кто старше 20 лет, были за людей, а те, кто младше за... Ладно, наоборот, наоборот, те, кто старше 20 или 30 лет, были за людей, наоборот, были за «Аватаров», те, кто старше, был за «Аватаров», а те, кто помладше, был за людей. Хотя, казалось бы, ну, типа, вот агрессия, да, и было определено, что есть такое понятие, как регресс, да, то есть, откат в мышлении, да, под влиянием, там, каких-то стрессов, эмоций, алкоголя и так далее, да, и было понятно, что этим ученым стало понятно, что при регрессе, то есть, по сути, когда человек испытывает страх, стресс, тревогу, ну, то есть, какой-то, в каком-то функциональном диапазоне отклонения от нормы, он начинает искать свою стаю, даже если понимает, что эта стая действует неправильно, да, то есть, если мы хотим, так или иначе, как бы, сплотить людей, то вот с точки зрения этого исследования и похожей эволюции, самый верный способ – это, как бы, страх, стресс и так далее, да, тогда люди начинают хватать тех, кто рядом, и держаться за это, и, в принципе, это похоже на какой-то эволюционный процесс, да, что, собственно, тот, кто из нас, из нашей стаи, мы за них и держимся, да, но вот с другой стороны, что люди постарше, которые не так сильно там эмоционировали, и там головной мозг уже там созрел, да, они все-таки уже такие разделяли, разделяли какие-то номерозренческие взгляды в этом фильме, да, и уже были, собственно, за аватаров, вот, и уже были за аватаров. Вот эта черта людей делить на чужих своих, да, мне кажется, она эволюционная такая, детерминированная, да, то есть, у нас очень сильная предрасположенность к этому есть, то есть, с одной стороны, как вот я член там своей стаи, да, и с другой стороны, это сепарация, и не сепарация, это определение себя к кому-то или к чему-то, да, возрастает с ростом напряжения внутри человека, да, потому что вот происходит регресс, и нам хочется держаться за свою стаи, да, и такой механизм, он во многих вещах проявляется, да, и я не знаю, вот, например, если ты жил в тревоге и в стрессе, да, может быть, замечал, что хочется вернуться домой, ну, то есть, в знакомые, как бы, в какие-то знакомые стены там, да, потому что там, где вот знакомо, мозг как будто бы не тратит ресурс, я не знаю, да, то есть, он хочет держаться за старое, да, поэтому это, с одной стороны, эволюционно, ну, как бы, очень значимо, то есть, вот, принадлежать своей стае, да, но с другой стороны, и может ровно так же достаточно сильно ограничивать какое-то восприятие, какую-то, не знаю, помощь, расширение картины мира, да, потому что, в целом, большая часть проблем у человека связана как раз вот с закостенелостью картины мира, да, то есть, когда он из реальности под влиянием чего-то выцепляет какой-то вот один фрагмент, который соответствует его там картине мира, да, дальше верит в этот фрагмент и накачивает его там своим вниманием и энергией, и получается, что теряет вот связь с реальностью, да, там, это можно назвать шлем неадекватности, там, как угодно, да, я в своей жизни это проходил, когда мы вот первые решили открыть ночной клуб в бассейне, да, то есть, и у нас родилась такая идея, там, просто выцепили фрагмент реальности, который заключался в том, что я занимался креативом, а мой партнер занимался подводным снаряжением, да, и почему-то вот родилась такая идея, что мы решили делать клуб под водой, вот в бассейне взяли бассейн, и там уже вот начались репетиции, бармены начали готовить какие-то там специальные, ну, разработают технологию употребления коктейлей под водой там в бассейне, да, вот, и я как-то, мы уже там готовились к открытию, я помню, что я вот в этих шлепках вышел, на это все смотрю и говорю, слушай, ну, мне кажется, мы вообще как бы очень жестко погнали, ну, погнали в смысле в том, что мы выцепили какой-то фрагмент реальности, да, уже там несколько месяцев или там полгода, не помню, сколько мы это делали, мы накачиваем сами себя, поддерживая вот эту иллюзию, да, и в принципе, ну, естественно, сейчас задним умом я понимаю, что это, ну, точно провальная идея, то есть, чтобы человек после работы пришел, одел гидрокостюм, там, пошел в холодный бассейн, там, сел под воду, ну, то есть, где-то, как бы, совсем далеко от понятия того, как может зарабатывать деньги, да. Ну, в моменте, ты кажется, что это супер серьезная идея. Конечно, то есть, и основная сложность в том, как вот ты правильно говоришь, что мозг настолько выстраивает вот эту конструкцию, которая нас убеждает в собственной, там, правоте, что мы становимся заложниками, да, и можно потратить десятилетия, года, там, и повторять один тот же, одну и ту же, ну, веру, в смысле, не религия, в смысле, веру в какую-то картину мира, да, пока не произойдут, ну, либо какие-то очень серьезные столкновения с реальностью, то есть, где ты вынужден будешь признать, что твоя картина и твой фильтр восприятий, который воспринимаешь, он, как бы, неадекватен, да, то есть, ну, это можно в любое, в бизнесе, в отношениях, да, либо когда человек где-то там вот далеко начинает осознавать, что его цели, мечты или что-то еще, они не достигаются, да, то есть, он старается, и как будто существует какой-то, ну, с Мишей Дашкиевым любимое слово сейчас, гомеостаз, ну, таком психический гомеостаз, да, как будто вот что-то не делай, что ты как бы не предпринимай, у тебя плюс-минус поливания вообще там незначительные, да, это может быть в отношениях, это может быть в деньгах, это может быть в здоровье, ну, вот абсолютно неважно в чем, да, и тогда похоже, похоже, что можно констатировать, что то, что мы имеем в нашей жизни похоже и есть результат вот нашего восприятия. Я это называю реальный чек, это проверка реальности. То есть, знаешь, у меня есть программа зеркало, когда, ну, предполагаю, люди думают, что когда приходят ко мне на обучение, что я буду учить название обучения, поэтому я не люблю это слово, говорят, то есть программа зеркало. Вот для меня зеркалом всегда был ты. То есть, как бы, обычно, ну, херач, а активы обычно смотрю, насколько я адекватен, потому что, ну, во многом 90% случаев понимаем, что я какой-то херней занимаюсь. Так вот, а у меня другого способа нету, то есть, как бы, я не знаю, как иначе можно в реальность проверять. Вот, как бы, ты к чему пришел? То есть, есть альтернатива первая? У меня альтернатива третий человек. Ну, второй человек, это? Слушай, ну, да, здесь, как бы, каждый ищет какие-то свои способы, да. Я вот остановился на двух. То есть, первое, это попытка сформулировать какой-то нестандартный вопрос. Ну, нестандартный, не смысл, что он там по форме какой-то удивительный, да, который включает в себя, слушай, а вдруг, вот, глядя на что-то, что явно показывает оспаривание картины мира, да, а вдруг это что-то, что я думаю относительно вот этого, что это иллюзия какая-то, или это, ну, карта не есть территория, знаешь, что это частично какой-то, да, ну, там кто-то говорит, да, что это частично какой-то фрагмент реальности, который вообще не соответствует, да. И вот, там, не знаю, я когда сюда летел, последний вопрос, который у меня задался, когда я начал смотреть, сколько стоят зарубежные какие-то компании, там, Shazam, Reddit, там, и так далее, Reddit, да, как правильно. Ну, вот, увидел, что они стоят какие-то миллиарды, там, долларов, два, три, четыре, пять. Ну, да, такие огромные компании, да, огромные в смысле и структурные, и по людям, и по выручке, и по акциям, и по стоимости, да, вот. Я начал и читать их, как они создавались, да, и я нигде не увидел вообще такого понятия, как системный маркетинг. CRM, лиды, воронки, юнит экономика. Нигде нет. То есть, там везде какое-то стечение обстоятельств, то есть, кто-то кому-то позвонил, что-то кто-то туда пошло, потом что-то кого-то показали по телефону, да, то есть, нигде нет вот того, к чему мы везде привыкли к развитию... Бизнеса. Ну, развитию бизнеса, да, то есть, стандартный юнит экономика, LTV, сделать юнит экономика положительной, то есть, потратить на привлечение меньше, чем он. Ну, почему, я думаю, люди здесь там отдельно могут почитать, что такое юнит экономика, да. Вот, и у меня появилась идея, а вдруг вот идея поиска рычага в бизнесе, то есть, через юнит экономика потратить на маркетинг, там, тысячу евро, тысячу долларов, заработать, не знаю, две через продажу продуктов, через еду, там, чьи-что угодно, да. А вдруг почему-то есть компании, которые вообще этого не касались и взлетели. Их много? Их много, да, то есть, это не единичный случай, что вот кто-то один залетел, да. Понятно, там создавалось, я же миллиард создавался, там, разных стартапов, да. Ну, там, не знаю, 10, 20, 30, 40, 50, сколько-то, да. И, получается, существует какой-то альтернативный подход к глобальному росту компаний, которые вот моему, например, пониманию вообще не доступят. То есть, я просто, я не понимаю. То есть, я понимаю, что моя картина мира, которая вот у меня сформирована моим предыдущим опытом, говорит о том, что вот надействует так, да. Но вот здесь вот, но у меня не получается, и цель такой, как бы, нет, да. Но я бы не отказался, если у меня что-нибудь получилось, чтобы стоило что-то, миллиард, там, долларов, да. Но у меня не получается, потому что стандартные, хотя для многих людей это вообще нестандартные, да. Там, CRM, email, Nero Martin, что это и так, как бы, это прям, ну, глубина-глубина, да. А вот так вот большого, большого из этого не вырастает, да. Вот, и значит, как бы, моя картина мира не верна, потому что я не понимаю это, да, я не понимаю. И так же, как, не знаю, вот я вчера Миша показывал, есть тест на шизофрению с маской, видел, да? Вот, там можно ссылку там дать или отдельно включить, посмотреть этот тест. То есть, там вращается маска, и она поворачивается, когда выпуклой стороной, впуклой, впуклой стороной, мозг видит все равно, как бы, выпуклась, да. Вот, и это такой один из каких-то там ранних тестов на шизофрению. Почему? Потому что шизофреники, оказывается, видят впуклость. То есть, а нормально люди не могут увидеть впуклость, потому что в их картине мира, ну, как бы, нет картинки впуклого лица изнутри, ну, как бы, нет вот такого образа, да. Поэтому мозг моментально, как бы, конструирует, там можно это посмотреть. Я смотрел, ты стыд. Да, да, ну, я имею в виду, что тем, кто смотрит, можно просто там остановиться, включить, посмотреть. Потому что это удивительно, да. И вот там возникает очень много вопросов, потому что сейчас некоторая часть эволюционных биологов, биологов, или как они называются, да, они стали приходить к выводу примерно такому, что вот количество шизофрении, хотя это очень такое собирательное понятие, там много чего попадает, но тем не менее, вот количество шизофрении в разных популяциях примерно одинаковое, там 3-4%, по-моему, там, что-то вот. Нет такого, что там в Африке, например, их больше, или там в Фейцарии меньше, да, то есть вообще не зависит. Ну, вот, и стали появляться такие гипотезы, что вот эволюция создает вот такой особый способ мышления, да, для того, чтобы если что-то случится, то они спасут всех. Потому что, понимаешь, потому что они принятие решения не притаскивают свой старый опыт. Вот. Поэтому мы, с одной стороны, заложники своего старого опыта, ну, потому что мы принимаем решение всегда с поправкой на ту базу, которая у нас там накоплена в голове, да, и с другой стороны нас это и спасает, иначе мы бы каждый раз обжигались там горячим чаем, такую, на 5 горячего ужина, на 5 горячего, да, ну, странно. И вот во всем этом мы должны как-то, ну, балансировать, да, и как балансировать, вот, непонятно, но понятно, что это определенный навык ставить под сомнение свою картину мира. Я это назваю, многие люди же говорят, что, и я знаю, что так будет. Егор, ну, ты же не знаешь, потому что у тебя ни результата нету, но ты веришь. То есть у людей иногда так верят во что-то, что думаешь и знают, да, вот как будто это разделение очень сложная история, принят. Это супер. Это главный навык, как тебе кажется, что это главный навыков? Я считаю, что это один из, как бы, очень главных, то есть я вот так накидал в себе, накидал для себя вот то, чему бы мне хотелось научить там детей, да, и один из первых пунктов это, вот это слово сейчас такое, может, не очень приятно, мобилизация, да, но мобилизация не в смысле там военных каких-то действий, а в смысле краткосрочного напряжения для достижения какого-то результата и последующего расслабления. То есть, например, мне кажется, я до сих пор... То есть навык, то есть при необходимости напрячься? Напрячься, да, для решения мозговой задачи, для рывка, ну, мы сейчас спорт не берем, да, мы говорим про жизнь. Мобилизация, то есть мобилизация, когда у тебя есть какая-то четко понятная задача, ты ради нее напрягаешься. Что значит напрягаешься? То есть ты начинаешь делать то, что для тебя фоном неестественно, да. Это может быть для каждого человека чего угодно. Встать пораньше, кровать заправить, не знаю, выучить английский язык, испанский там. Ну, то есть ты что-то делаешь, до какого-то понятного результата и дальше расслабляешься, да, и условно вот это вот цикл напряжения и расслабления, он может быть на макроуровне и на микроуровне. То есть на микроуровне в рамках дня, ну, типа вот... На определенный момент. Ну, да, ну вот как в Испании, да, работа закончилась, дверь закрыл, пошел на пляж и все, на WhatsApp не отвечаешь, выходные просто, да, сейчас им законодательно запретили сотрудникам писать выходные WhatsApp, не фигуешь, и после, там, пяти вечера, ну, все. Ну, понятно, ты можешь писать, но, типа, он может пожаловаться и тебе штраф влепит, что ты в выходные беспокоишь, да. Ну, вот, это микроуровень такой. То есть не услышит мои языки, сотрудники, все смотрят, в надежде... Ватсап не писать в выходные. Вот, а так на макроуровне, то есть ты закончил какой-то этап в жизни и потом поехал там отдыхать, но отдыхаешь полноценно, то есть выключаешь телефон, ну, в смысле, не выключаешь телефон, начинаешь отдыхать, расслабляться, да. Потому что истощение наступает не столько из-за напряжения, сколько из-за отсутствия, там, расслабления. Вот, и вот этот навык мобилизации, достижения чего-то и последующего расслабления, он практически, ну, у нас отсутствует. Потому что мы привыкли только напрягаться, да. И после какого-то определенного периода, у кого-то раньше, у кого-то позже, наступает вот это истощение, да. Неизвежно. Ну, да. Нет вопрос, ну, то есть вопрос, когда. Это будет в 20 лет, в 30, в 40, в 50, ну, то есть, ну, нельзя, как бы, всегда быть. Это может проявиться в жизни, как кусок язва? Ну, как угодно, да. Как угодно, то есть в основном это, там, ну, физиологию не обманешь, да, вот этот ряда стресса, которая там описана, да, то есть это язва ЖКТ, язва ЖКТ, увлечение надпочечников, потому что они вырабатывают гормон стресса. Это они в 17-м году. Да, и инволюция тимуса, то есть проблема с иммунитетом, да. Это все понятно, потому что эволюция предположила, что если ты напрягаешься, нервничаешь, стрессуешь, значит, идет война какая-то, ну, в смысле, не война, борьба, идет борьба какая-то, да, тигра нападает. Поэтому надо делать, что надо от ЖКТ убрать кровь к мышцам, ну, чтобы бежать, тебе есть не надо, да, тебе нужно, как бы, чтобы кровь ушла к мышцам, да. Значит, дальше нужно вырабатывать гормоны стресса, для этого, там, на коронапочечниках, да, фигач, и для этого нужно делать определенные изменения в иммунной системе, не повыше, ну, то есть я не могу сейчас сказать, там, на уровне микробиологии, что там происходит, да, на уровне биохимии, что там происходит, да, не так важно, но иммунная система, она не бустится, она, наоборот, понижается, что там кровь останавливалась, это вот нам врачи больше скажут, да, что там происходит. Я сейчас приглашу для этого. Ну да, то есть это нужно брать специалистов, я вот, что не знаю, то не говорю, да, или говорю, что я не знаю до деталей, но не суть, вот, поэтому это неизбежно, то есть если, вот, если ты посмотришь какую-то, не знаю, какую-то ситуацию, где тигр нападает на какую-нибудь антилопу, да, она может, она от него бежит, 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 там, убегает, убегает, то он раз, тигр ушел, она пошла есть и пить, ну, то есть там, переключение, ну, сразу, да, вот можно посмотреть, тоже какую-то вставку сделать, да, там, бежит прям антилопа там какая-то, за ней бежит там тигр какой-то, она хлоп-хлоп, он такой все понял, что не поймает, ну, ладно, и пошла есть, да, то есть вот это переключение происходит очень быстро. Ну, понятно, мы не животные, да, и мы во многом отличаемся там от животных, и у нас есть вот то, что называется вторая сигнальная система, то есть внутренняя речь, да, то есть вот и за счет просто диалога во внутренней речи у нас в теле происходит отражение, то есть у животных нет такого, что он может представить будущее нападение или какую-то прошлую проблему в голове прокручивая, у него тело на это реагирует, у человека это есть, да, это вторая сигнальная система, да, вот, поэтому нам совершенно не важно вообще, что происходит, ну, не то, что не важно, может происходить что-то в реальности, вот, а может происходить что-то в нашей субъективной реальности. А для нас это одно и то же. В какой-то мере, да, ну, то есть понятно, потому что ты можешь закрыть глаза, представлять, лимон у тебя там будут слюни выделяться, ты также можешь представлять, что ты хотел замочить, не знаю, директор или наорать, но не наорал, у тебя там начинают подмышки потеть, руки, ну, то есть ты также можешь чувствовать тревогу, хотя внешне может быть абсолютно никаких фактических физиологических опасностей нет, это просто что-то цепляет, непереваренный жизненный опыт какой-то старый, да, там, глубинные убеждения, и можно чувствовать там постоянно тревогу, да, неважно, всегда есть какой-то образ, в этом образе есть какие-то мысли, какие-то картинки, какие-то телесные ощущения, и если этот образ так или иначе связан с ощущением опасности, тело реагирует как на реальную опасность и продолжает, по сути, истощаться, да. Вот, и это даже если во вне это все окей. Да, ну, да. Ну, чем ты смотришь, ты говоришь, что, условно говоря, я бы хотел своих детей научить, условно, а, на плече, мобилизоваться, тогда, когда. Да, мы от этой темы, да, от этой темы. Это, соответственно, это и нужно этому тоже учиться, да, поучиться? Я считаю, что да, то есть, что, ну, смотри, давай так, либо этот навык ребенок впитывает, потому что он есть у значимого взрослого, да, вот, то есть, прежде всего, там, мне детей надо учить, себя надо научить, да, но если ты отдыхаешь, отдыхай, ну, то есть, если ты работаешь, не симулирует это, там, работай, да, вот, имей в голове, как бы, ресурс для отдыха, ресурс для работы, да, и, опять же, вот, с поправкой на Испанию, я там провел такое маленькое исследование, вот, у них, например, очень, очень все однозначно, то есть, если в моем менталитете мы, когда не работаем, нам кажется, что мы упускаем что-то, мы такие, блин, вот, я не работаю, я что-то, мне кажется, я же могу чем-то себя занять, я могу что-то сделать, да, то в популяции испанцев, там, наоборот, то есть, сидя на работе, им кажется, что они тратят свою жизнь, понимаешь? Ну, вот, поэтому у них ценность такая, поменьше поработать, заработать ровно столько, сколько необходимо, ну, может, чуть-чуть, там, чуть больше, да, и в целом дальше перестать тратить свою жизнь, вот, это с одной стороны, да, и с другой стороны, есть категория людей-ремесленников, в широком понимании, да, которые шьют обувь, которые, там, курят сигарку, пьют вино, тут же он сшил ботинок, закрыл, продал одну пару, пошел в соседнее кафе, оттуда тебе кричит, что ты там смотришь, шляпы, да, ну, то есть, как бы, это вроде тоже, как бы, работа, но это уже не работа в компании, ну, да, в понимании, которое мы это понимаем, это такой образ жизни, то есть, он живет, и параллельно, там, как-то еще, да, еще как-то деньги зарабатывает, там, обувь сшил, да, это везде чувствуется, потому что у него нет задачи тебе продать, у него нет скриптов, нет ничего, да, есть его жизнь, есть его какое-то дело, есть прозрачные, там, витрины, где он, там, сидит, шьет какую-то обувь, пожалуйста, заходи, покупай, хочешь, не хочешь, как бы, уходи, то есть, это, ну, сильно отличается от того, что мы привыкли, да, поэтому, да, вот этот первый навык напряжения, расслабления, я считаю, его можно, ну, ему нужно учить. То есть, при необходимости напрячься, да, потом расслабиться. Знаешь, потому что это очень сильно, сейчас, как бы, такое, альтернативное мнение к тому, что сейчас учат, условно-донгого, скажем, и со психологи, да, то есть, как бы, все должны быть в кайф, с теми согласенством, и все должны быть такое любимое дело, да, то есть, как бы, жизнедеятельность, направленная на заработок денег, тебе предполагает то, как кайф, только расслабление. Наверное, ну, то есть, здесь человек может иметь, вообще, бесконечное количество картин мира, да, и, вот, я не знаю, а ты посмотрел этот фильм, везде все и сразу, да, сумасшедшим этот фильм, вообще, его надо пересматривать, пересматривать. Как его сняли, я не знаю. Да, да, там мир с сосисками, потому что руки сосиски. Вот, и там есть такой термин, помнишь, мир упрыгания, да, то есть, в зависимости от своей картины мира, в одном мире, вот мы сейчас находимся здесь, да, и вот сегодня еще какой-то праздник. Хрубку карбанать надо. Да, и сейчас в этот праздник, как представляешь, даже в рамках вообще узкой популяции, кто-то платит за то, чтобы, там, добыли мясо, да, а кто-то сидит дома и ждет, чтобы им сделали, ну, вот, мясо принесли. Не в плане того, что кто-то лучше или хуже, да, там, огромное количество обстоятельств, это факт, да. Кто-то сейчас покупает самолет, вот, кто-то, не знаю, плачет от того, что, там, не знаю, невкусное кофе, ну, то есть, огромное количество миров, ну, в моменте, да, хотя мы все находимся вообще вот в рамках, там, одного города Алматы, да, вот, и получается, что существует вот это вот, как бы, ну, миропрыгание, то есть, в зависимости от своей картины мира и каких-то навыков, человек может за секунду, ну, переместиться из одного мира, там, в какой-то другой, да, и вот вчера, я не знаю, ты застал молодой человек, который пришел, который сказал, что ему на карту пришло, после 20 тысяч тенге, он заплатил, да, он же хочет стать режиссером, кем-то, да, там, сумасшедшим режиссером, в смысле, большим режиссером, да, и он себе нафантазировал некую картину мира, что ему нужно где-то занять денег, где-то там пойти, что-то там на кого-то выучиться, еще он толком не знает, на кого выучиться, да, есть, он создал какой-то вот, какую-то идею, какую-то картину мира, исходя из своего понимания, да, и запрыгнул какой-то аспект реальности, я ему вчера говорю, слушай, а ты знаешь, что, у Куаныши есть знакомый, хороший, который снимает фильмы, там, казахи против пришельцев, я не знаю, там, целое, но нет, это не вофин, да, типа, казахи на отдыхе, казахи там, в этом, и он такой, да, в Африке, и он такой, да, ну, да, я говорю, да, я говорю, вот, представляешь, ты можешь сейчас просто подойти к Куанышу и сказать, а можешь меня с ним, там, ну, коль, могу с ним попить, ему показать что-то, не знаю, какие-то свои идеи, наработки, вот, и он говорит, да, да, вот, реально могу, но я там, вот, я пойду учиться, и он как бы скатывается опять в свою картину мира, и это совершенно окей, это совершенно окей, да, потому что пока его картина мира не позволяет ему, ну, слышать то, видеть то, что, да, 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 что можно запрыгнуть в мир другой гораздо быстрее, да, и поэтому тут везде так, то есть, ну, если ты обратишься к человеку, который уже эти проблемы решал, там, так или иначе, да, он, для него решение проблемы будет там очевидным, то есть, вот так вот сделай, там, получше результат, да, вот, и вернемся опять к навыкам, которым нас не научили, да, значит, вот первый навык, это расслабление напряжения, да, циклы, то есть, то есть, не напряжение, расслабление, а вот теперь расслабление напряжения, расслабление напряжения, да, бог его знает, никто не знает, да, я знаю одно, что в природе, похоже, нету ничего, что бы функционировало в одном каком-то режиме, да, ну, то есть, вряд ли тигр, который на расслабоне лежит, ему еда там, ну, в зоопарке ну тогда живи в зоопарке вот не похожи поэтому к чему я возвращаюсь позиция такая что все делать в кайф но она у меня тоже как бы она мне нравится здесь понимаешь мы переходим сейчас ко втором ко второму навыку которому нужно разобраться что каждый человек имеет ввиду когда когда он что говорит да вот да вот есть такое направление называется концептуальное мышление да то есть это наука о том что что мы понимаем от тем или иными понятиями и для меня это второй такой вот значимый ключевой навык который мне хотелось бы людей людей детей ближе всего себя муж себя в первую очередь себя научить это разбор собственных концептов под концептом я понимаю набор ассоциативно ассоциативных понятий относительно мягких вещей до относительно не твердых вещей то есть есть концепт физиологические типа стол кофе более-менее мы одинаково но их понимаем да есть дружба напряжение расслабления любовь и любовь богатство деньги успех и верность порядочность непорядочность злой добрый плохой хороший да такие называемые ну да в мягкий концепт так назовем и вот там начинаются большие проблемы и там каша на там начинается большая большая проблема проблема начинается самого раннего детства до самого что я имею ввиду что когда ребенок приходит или когда ребенок дает свою игрушку другому или машинку да и папа им будет вот ты хороший ты молодец ребенку я молодец на потом ребенок подходит папе гайпа отчеты дядя сереже машину не отдаешь ты чего не молодец и папа начинает что-то объяснять или мама да она начинает как-то ему а вот ребенок вот я если что-то отдал для себя значимая то я хороший человек я молодец теперь папа есть я спал спрашивала почему ты ты молодец молодец а почему ты не отдаешь дать сереже свою машину да и у ребенка есть понятие молодец что такое я молодец его понимать его понимание как как ему это объяснили я молодец когда ты отдаешь что-то и другому человек становится приятно он испытывает положительную обратную связь твоих действий а папа не отдает и начинается как бы вот какая-то каша то есть папа говорит ну например не знаю я даже вот не знаю как объяснить это да ну то есть если не выйти на какой-то уровень честности объяснению что ну то есть вот как это объяснить и папа чего-то говорить не знаю там но у взрослых так не принято да ну а кто такой взрослый что значит не принято и начинается такой ребенок ну ладно как бы и он уходит вот с этим не переваренным не переварены концептуальной мышле концептуальной картина мира относительно что я молодец что такое я молодец дальше мозг какое-то время пытается ну разобраться потому что задача мозга в том числе классифицировать это как-то да и на каждое концептуальное какое-то понятие иметь мышечный отклик то есть вот так мозг работает да потому что когда ты думаешь о воде ты сразу понимаешь какой-то у тебя есть к этому там какое-то действие к это мощная реакция к физиологической реакции попить глотнуть и так далее да вот и ничего нет никакого отличия что такая же реакция должна быть простроена на слово молодец вот что-то молодец это меня обнять должны или я себя должен сам себя обнять или я должен пойти что-то сказать понимаешь и там вот начинается как бы такая каша да и если мы чуть-чуть начнем обращать внимание о том как люди ну как бы говоря да мы увидим абсолютную абсолютную вот эту вот огромное количество непереваренных концептов да то есть потому что если мы спросим человека что ты имеешь ввиду там под радостью или что ты имеешь ввиду под проводить время вместе или что значит там у нас нет близости или что значит страсти надо что значит страсти мало расскажи мне пожалуйста такой страсть как вы можно померить что такое мало да и обычные люди превращаются которые начинают делать они превращаются в задрот в таких ну тип потому что потому что то с кем идет речь но с кем мы разговариваем да там картина мира ну как бы она не простроена относительно эти понятия она и у меня не простроена то есть какие то я там пытаюсь структурирует да вот и соответственно получается так что если мы не занимаемся реструктуризации своих концепт реструктуризации перед тряской ну что для меня дружба что такое честно что такое бизнес что такое там для меня здорово что такое витамины но да что такое витамины то есть мы все рассуждаем о том что такое витамина но если чек спрошу а что такое b12 ну то есть все дома как ты тогда себе назначаешь его в аптеке да то есть но не то что витамин не надо назначать имею что надо уделять время на пересборку своих концепт да потому что я уже там вижу например там у детей что он такой хоп не знаю такое мне неловко и простите например вот с чего он говорит что неловко то есть что-то как бы в его голове какое-то понятие объединилась в слово там неловко или там мне грустно или мне там мне страшно или мне стыдно то есть вот а что это откуда как и почему и что с этим делать потому что помимо размышления об этом концепте должен быть и должно быть какой-то там мышечный отклик иначе мозг он не понимает вообще о чем идет речь он это все запихивает на условно такое бессознательное пытается согласовать в том числе и во снах почему снится бред всякий иногда да то что мозг пытается увязать он пытается увязать в принципе очень ну то что не получилось увязать сознательно например если там тебя мама в действии критиковал и ты имеешь идею что ты плохой человек но лишь с тобой что-то не так да как человек с которым что-то не так может иметь деньги вот как это мозг может согласовать несём плохой да ну например давай так не умный вот есть человек который получил иллюзию от учителей там от близких значимых что как получил иллюзию родители из-за любви начали хотели его сделать лучше умнее и начали ему транслировать что блин ты должен писать лучше ты должен рисовать лучше ты должен учиться лучше да все что слышит но на самом деле ребенок можно услышать там я сама чуть не так я не умный я тупой иначе чем не постоянно все это говорят да и вот человек вырастает начинает стремиться к деньгам вот как этот человек может заработать денег если в его концептуальное мышление деньги зарабатывают только умные люди а у него до совершенно не отражает вообще реальность что так умные зарабатывают то что есть разные кейсы но если вот он верит что зарабатывают только умные но он считается не ум но стремится заработать денег то мозг пытается это как-то согласовать вот до тех пор пока он не снизит влияние вот это доминирующей мысли пока он не перетрясет что что значит я не умный откуда это взялось да не переструктурирует вот этот концепт в принципе какая-то есть статистическая погрешность что что-то получится но в целом невозможно с моей точки зрения есть предприниматели которые ты человек сказал мне очень сильно понравилось если если разобрать свои сильные стороны я сейчас беру себя скорее за ним стоит что-то какая-то большая травма на котором стоило бы работать например я объективно ахерико намного учусь это третий навык до которым нужно обучиться то есть это задавать неудобный вопрос а вот себе да себе ну прежде всего конечно другие люди там не очень нужны для этого процесса то есть получается что первый навык да это расслабление напряжения то есть понимание этих циклов до второе понимание концептов речь ну то есть речи да вот надо понимать что надо понимать о чем то есть что у нас каждое не твердое понятие что она для нас потому что для меня вообще удивительно как люди с друг другом договариваются когда мы понимаем совершенно вообще разное под разным и нам это удивительно способом удается там о чем-то договариваться но здесь даже это не столько ради там повышение социального навыка общения сколько для собственного ума но для собственного мозга потому что пока ему не будет понятно что ты имеешь ввиду по словам деньги что для тебя такое слово цель что такое слово успех что такое работа по душе что такое двигаться по настроению что такое кайф пока вот это не будет прояснено на уровне физиологии ну да на уровне то есть получать должна быть мысль эмоции условно до телесное ощущение и какой-то физиологический отклик да вот на как конкретное понятие да но там кто-то кто заинтересуется этим может посмотреть концептуальное мышление мария цвет такая она крутая вот можно в этом поговоряться детально потому что в трех словах это не опишет ну да там и курсы книги и там я не буду думать что я-то спал спи с первого раза все понял да то есть там надо ковыряться как бы разбираться было даже это важно да и получается какой третий навык для третий навык это как раз умение вот задавать вопрос и один из таких вопросов которые вот у меня какое-то время назад созрел он звучит примерно так а что вдруг если все что мы считаем в себе крутым на самом деле не крутое ну вдруг это компенсации до дробь да вдруг за каждой за каждым нашим понятием сильного сильной черты на самом деле это вообще как бы не сильно черта и на самом деле такая очень сильная самой refle exports и и потому что вдруг понимаешь например что не знаю там эмоциональная стабильность который всю жизнь так или иначе там ты можешь гордиться что это на самом деле не эмоциональной стабильность а бесчувственность потому что есть травма и нет желания переживать весь спектр там эмоции и опять карта не есть территория то есть мы выбрали вот это и как бы вот живем в этой прослоте да или человек например да или человек не знаю считает себя там супер порядочным что он везде всегда во время да это классно что он всегда везде во время там да не классно что и любое как понять что чуть не то что любое отклонение от от вот этой идеи начинает человек достаточно сильно тревожить и человек я там супер порядочный на самом деле он не хочет быть там плохим например или не там не может отказать кому-то там у каждого там своя история и вот эти вопросы они начинают появляться именно в тот момент когда человек застревает в своем миропрыгание в каком-то можно искать о вами чтобы что было и понятно заделимся не скобы все нахеровать от от констрации информация в детстве объективно я не полу красавчиком то есть что такое слово красавчик волосы были такие физиологически физиологически да то есть не похож был на кого мне назвали большая голова хазан баста казанскому объективно физиологически я не был привлекательным второе я не был спортивно одаренный человек то есть потому что позже линейки волос всех хвалили в каждом понедельник за какое-то достижение у меня никогда не было третье у меня никола никогда не было возможности физически они там я не был в старшеком для кого-то только бы его поселить не сердечек и я понимаю что единственно видимо для моей психи занятий на социальных социальное место в школе был интеллект и я там участвовал пяти олимпиадах занималась первое место во всех одних лет а то такая что видимо есть понимаю что действительно для меня учиться изучать что-то это было защитный механизм мозга доски нет 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 хорошей жизнь может быть это было я благодарен конечно но вот и поможет пришло время перестать это делать я с тобой полностью поддерживаю что есть два вида условно там мотивация да то есть можно фитнес-зал ходить потому что себя любишь ли потому что себя ненавидишь то есть вроде в одно и то же действие да но продиктовано разными разным внутренним таким посылом да поэтому и учиться можно потому что это в кайф или потому что ты считаешь себя там глупым недостаточно хорошим и есть к иллюзия почему-то мозг поверил чем больше будет информации тема тем меньше кто-то тебе может сказать о том что с тобой что-то не так потому что оперируешь фактами научными исследованиями там и так далее но в глубине за этим стоит себя к эту уязвимость конечно и 4 причина я сейчас быстро разговаривал всегда мне думали что и мошенник и мне самое обидное слово которому не сказать это мошенник и я вот всегда чтобы меня не поймали за то что я за не для касса поясненную информацию это сильно как бы было больно вот видимо сейчас понимаю блин а как это понимаю просто такой диалог да меня тоже сильно усложняет жизнь даже эти деньги здесь вообще убери как бы понятие денег потому что становится только хуже но то есть в принципе знаешь как если есть какая-то вот дисфункция то с ростом дохода она только но начинает ярче проявляться но если актова еще раз если есть человек в тревоге на то с ростом дохода и тревога будет растение уменьшаться все же живут с идеей что они заработают и будет поменять и тревожиться да ну много людей так думает но к сожалению в реальности происходит ровно по-другому потому что не знаю чека зависит но если у человека тревога за свое там финансовое состояние или за какую-то там обеспеченную жизнь типа когда не там недостаточно денег когда и становится больше появляется колоссальный тревога как хранить как будто понимаешь и посмотреть не цену база тревога сайта да смотри я это и на своем опыте понял и на опыте уже там тысячи там огромное количество людей вот есть базовое состояние какое-то значит самое глупое что можно сделать это себе создать иллюзию что это из-за того что вне тебя то есть можно сказать слушай я сегодня расстроился но мы сейчас супер банальный пример это я сильно расстройство что плохая погода народ и поэтому они пошел на книг тогда вот всегда первый шаг на пути к значимым изменениям кем-то это некое честно что я автор всего что со мной происходит не эзотерические мы сейчас вообще не касались внутреннюю стенда это я внутри себя решил решил или решил сознательно бессознательно я внутри себя создаю эту тревогу например если мы говорим сейчас про тревогу значит как я ее создаю значит это всегда связано любая любой эмоциональный конфликт вот это как бы невозможно а спорить да смотри любой эмоциональный конфликт связан с тем что мы не можем допустить сейчас мы по одному дискутирует то есть меня смотрю вот такая формула есть у краску или увидел то есть меня может сюда вставить чего угодно беспокоит волнует злит то что я не могу допустить значит вот себе без разницы других людях например ты говоришь я меня злит в моей жене то что я не могу себе допустить что другой человек может вести себя таким образом и не прийти ко мне вовремя то есть меня волнует то что я не могу проконтролировать все аспекты жизни свое здоровье похондрия то есть это как бы всегда есть некая есть некая твоя психическая конструкция через любую схему концептуализации это глубинное убеждение стратегии защиты есть реальность вот чем они сильнее отличаются тем между этим возникает вот ну то есть условно наша эмоциональная вот тревога дисфункция злость гнев это некая прослойка между нашей психической конструкции реальность чем она чем разрыв больше тем как бы чек колбасе больше например да то есть вот любую штуку возьми там везде как бы так и работает поэтому но буду еще сказал ожидание путь к страданиям то есть перестань ожидать от себя других от погоды от мира как вы чек перестанет страдать до принятия вот поэтому чем говорили вот эта идея разница в понимании реальности и в конструкции бы тоже говорил что то есть она начать себя а мы говорили о том что я автор мы распаковалась нервон распаковались мы говорили о том что изменит ли что-то увеличение дохода вот я говорю что не изменит да потому что изменит что изменит изменение автора который создает это напряжение внутри но я себя имею ввиду что я я автор своих свои своего состояния то есть условно сейчас ездишь на матизе тебе херово а тоже купишь курзак хуже хуже но объективно моменте же становится лучше но на три дня но в целом на три месяца на три дня то есть но все равно 100 станет хуже то есть это как человек там ну с ипохондрии да например не знаю он вдруг сел где-то и прикоснулся к чему-то грязному и он подумал что он заразился значит он пошел не знаю сдал анализы получил анализы там все в порядке ничем он не заразился до хотя изначально идея была как бы иллюзорная вот это у него он продолжает создавать внутри себя тревогу потому что есть нерешенный внутренний конфликт и у него появляется новая мысль а вдруг медсестра которая брала кровь вдруг она мячем заразила да да ну то есть и продолжает как бы идти потом все успокоился все проверил да и возникает новый эпизод опять тревоги которая цепляется там за что-то да вот здесь ровно также то есть если человек живет в тревоге база базово из-за того что не знаю он например не хочет жить с женой а в силу не знаю каких-то обстоятельств обстоятельств не может развестись и это плодит в нем конфликт потому что его картина мира говорит о том что он хочет быть холостым вообще там встречаться со всеми подряд а ну ближ конфликт того что я хочу это как обстоятельства и вот этот конфликт может плодить напряжение которое может выявляться в тревоге если этот человек имеет этот конфликт чувствует тревогу и его тревога и он не имеет четкой идеи что он автор этой тревоги а у него есть привязка этой тревоги к тому что он сейчас ездит на не той машине или мало зарабатывать то ничего не изменится потому что когда он заработает денег или пересядь на другую машину это тревога зацепится к тому а где и хранить он решит где хранить она зацепится а вдруг придут отнимут ну как бы и это бесконечная бесконечная ровно до того момента пока он не задаст себе вопрос если я автор этого состояния не 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 сейфовые ячейки не а я автор где тот конфликт внутри меня где та моя картина мира которая бьется ну как бы об реальность и создает вот эти искры которые невозможно поэтому иногда мне даже знаешь такой ну типа стоит ли вообще не то что заработать денег стоит не стоит в общем иметь идею что что-то изменится а тут неважно тут может так разведешься переех другую страну сменишь там партнера по жизни там купишь другой одежды ничего не изменится ничего не изменится станет хуже то есть чтобы не надо переезжать у меня есть люди которые думаю из идеи что если думаю что теперь из барселона им станет хорошей главе хуже станет хуже ты знаешь как бы мне вчера у нас была вчера встреча с моими подписчиками отец сейчас им очень слезопала то фраза который ты сказал люди по факту не могут перестать кушать сахар ну и из идеи что они могут кого-то изменить да это это большая тоже такая иллюзия до что она как иллюзия нет не то что иллюзии 9 ты верить тоже я но почему-то откуда-то родилось такое умолчание свойства родилось родилось какое-то такое и какая-то такая идея что когда мы раздаем советы людям непременно там будут следовать и все станет супер вот и я в том числе то есть очень долго на это натыкался то есть ну потому что знаешь ты превращаешь такого траблшутера то есть это приходит набит я там не знаю переживает убеждавай пункт один-два пункт три вот это сделать как бы все закончится ну вот и укажите месть такой человек который типа траблшутер он на свадьбе все решает на похорона все решает ну либо кому выйти замуж не выйти меньше такой человек в семье который вот наверное я даже нет не столько про как бы фактически решение когда это нужно но тип кого магазин отправили да а я имею ввиду что а когда человек тебя к тебе обращается какой-то давай на шаг назад все вся эта дискуссия имеет вот о чем мы говорим имеет смысл об этом разговаривать в контексте того есть мы хотим чтобы были какие-то изменения у кого-то мы говорим про то как сделать для человека что-то чтобы у него чтобы него это повлияло и чтобы были изменения да то да то то как мы привыкли это делать не работа не работать это работает на очень узкой прослойки высокомотивированных людей находящихся жесточайших мозговых или фактических условиях которому ты даешь вот это сделать и делать но обычный там один процент среди обычного населения 10 процентов среди предпринимателей тоже более дано 90 процентов не действует для меня это было свое время таким прям но неприятным открытием да потому что человек вроде даже к тебе приходит заплатив день заплатив деньги и ты будешь вот так вот сделай вот так вот сделай да а потом я задал опять себе вопрос слушай ну реально если не могу печенье перестать есть ну просто вот типа перестань завтра есть печенье сам с собой то как я могу человеку не то что как я могу иметь некую корону на голове что я сейчас другому человеку скажу что то что ему нужно делать и он это пойдет делать с учетом того что то что я говорю идет в разрез его картины мира а самое страшное для нас что может быть это разрушение картины мира потому что условного эго вообще без разницы сколько у тебя будет денег и так далее задача эго как бы обеспечит выживание на и как только я прикасаюсь к тому что под эго мы сейчас понимаем некую фундаментальную картина мира ценности мировоззрения принципы того что ты веришь да потому что изменение возможно когда это ставится под вопрос и тут ты ко мне приходишь а вы суши а вдруг твоя картина мира неверно вдруг вот ты считаешь что вот так зарабатывать сложно можно позвонить и все что я тебе на самом деле транслирую противоречить да это звучит так что слушай во первых то что ты сейчас чувствуешь ты чувствует не имеешь права я тебя сразу начинаю менять и такое ты приходишь вот мне плохо там ну начинаешь как-то условно жаловаться по сути не жаловаться в этом понимании и рассказывать изливать душу да и кину все все давай заканчивать теперь слушай что нужно делать да и человек все что слышит человек в этот момент он слышит мне таким быть нельзя вот как я пришел мне таким быть нельзя тоже со мной чет сразу хотят сделать понимаешь это это основная боль мне кажется человечество потому что нас никто не слушает да то есть сразу каждый пытается что-то изменить на вот в нас сразу дать какие-то советы и так далее и это первое первая такая ночь серьезная как бы сопротивление к изменениям да и второе это то что вот эта психическая структура которая человек привела к этому результату мы начинаем туда как бы ну залезать в эту эго по сути эго не смысле гордыни какой-то вот как набор зарядного да и дальше срабатывает энное количество вот систем защиты да дам рационализации вытеснения но обесценивание там чего угодно да дон дурак там и все да поэтому это я говорю вот это целое искусство я не побоюсь тускло у слова до искусства и оказание помощи без оказания помощи да и я прошел вот эти тоже какие-то строчки потому что я не мог просто у меня в голове вот носит и пришел вот так вот сделай как выводит и одно из ценнейших таких навыков которые как-то во мне начали там распаковываться развиваться это умение слушать приходит человек с проблемой вот что-то говорит 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 ему говоришь а что еще говорит 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 лишь а поделись еще говорит 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 ты бишь давай еще и вот после этого человек делает потому что он наконец-то просто ну что-то сказал чем это же это же супер смотри просто так получилось что у меня по крайне верказако-язычной аудитории большое количество женщин крутые сильнейшие женщины которые там после разводов или в моменте когда мужья не особо зарабатывают и тем более сейчас с ростом таких инстапсихологов у них есть реальная идея что они должны как-то прокачать своих мужей энергии там у нас еще как-то многие людей я должна быть женщиной пусть может быть мужиком я буду и должен качать и энергии горе блин беломас 5 раз развился мне кажется что не так как бы жены его качали на еда то есть обычно этот вопрос обычно задает вопрос женщинами себе как можно условно прокачать мужа который охерительно хорошо живет в этой роли никак но в принципе иметь иллюзию того что ты можешь повоздействовать на другого человека пока у другого человека нет запроса открытости энергии на изменения но физически и ментально но это невозможно лаковка предлагает только развестись отдать почему-то не могу я вот такой столь однозначно быть это чтобы ты приходит допустим женщина я не буду назвать имя было мы тоже сейчас у женщин охерительно лично собор работает вот чтобы ты так после послушав подсказала бы чтобы она сделала она искренна работа над собой ходит на курсы психолог все есть чтобы ты посоветовал бы тоже но мне кажется это вот тот навык которому всю жизнь учиться всем нам и слушать слушать мужа но слушать что значит слушать слушать вот возьмем вот этот китайский иероглиф до слушания это слушать ушами слушать глазами слушать руками и слушать сердце слушать подразумевает под собой восприятие человека без конструирование внутри себя как должен быть еще чем не я ему сейчас вот он еще сад договорит я ему сейчас аргумент а я ему скажу что он не прав да то есть слушать это по сути понятно мы не можем быть безакцептно принимающим другим человеком это не только святыми способно но мы можем слушать двоих можем слушать тебя и себя и если внутри это меня поднимается гнев обида или что-то мне становится неприятно то я тоже слушаю себя себя на да и ничего не пытаюсь изменить но то есть я не пытаюсь изменить в себе какие-то там ощущения или побороть гнев в другом человеке его картину мира да и мне кажется что это высвобождает какой-то активительное количество лассальные колоссальное количество энергии у обоих вот поэтому иметь идею что черпанув знания какие-то лобковского или там неважно где у каких-то психологов прийти к мужу и начать ему по его качать если мы вот это уберем как бы текст который говорится и посмотрим на контекст который происходит все что будет слышать психика и тело другого чек с тобой что-то не так с тобой что-то не так встань измени энергию и встань поддержи меня встань поддержи себя и так далее и так далее помойся папа молись там ну чё чего угодно да но за этим искренне вот восприятие от сердца к сердцу будет звучать с тобой чуть не подозмени себя с тобой а мы вот это что с тобой что-то не так слышим мне кажется сама всю жизнь самого рождения сейчас я сходил в кино с роберт дониро здесь новый идет знаешь парень такой круче он очень душевный там вот и он роберт дониро спрашивает папа а и он приехал в семью где там все обнимают семейные фотографии такой папа а чё ты вот я когда родился ты мне руку пожал при рождении он ему руку пожал ребенку я же не знал до этого ну типа то есть вот это такая отдаленность друг от друга по сути которая почему люди орут друг на друга да ну тоже не слышит не слышит вот вчера с этой идее почему казахи любите это далеко от друга друга в ресторанах то тоже самое наверное слушай мне кажется но я просто вижу разительную разницу что вот но она даже мне неудобно она неудобно там моим знакомым потому что ты например приходишь к нотариус сделку оформлять анти отсылуют испании ну да или с тобой кто не знаешь говорит наук план и ну что ты дед меня пожалуйста ну ты почему-то так близко ко мне да вот ну там объятия обнимание и так далее так далее но но если мы зададимся вопросом почему так происходит да то мы придем к одному из выводов например я задался это вопрос там к теории привязанности теория привязанности это одна из таких доминирующих сейчас в науке теории формирования психики и мозга потому что было очень большое исследование там длилось больше 80 лет да и очень четкие корреляции того как вот с ребенком вели родители там от нуля до трех лет там есть такой эксперимент чужая чужая комната по называется когда мама с ребенком находится в комнате ребенок играет в игрушки потом заходит женщина садится мама уходит и потом возвращается вот потому как ребенок отреагирует на возвращение мамы и на отсутствие мамы можно предопределить всю его жизнь почему сюда потому что если он бежит и радуется там это один тип привязанности если он плачет и не успокаивается и не обращать на маму внимание там другой тип привязанности вот и сейчас это даже уже переназвали условно из теории привязанности в теорию структурирования информации да потому что ну чтоб не стигматизировать типа там нарушенная привязанность надежная привязанность до ушли вот в область нейтрального ну да не нейтральных как бы терминов да там по номерам но смысл остался прежним и и как бы по другим взглядом теперь говорят так что ребенок например с ненадежной привязанностью теперь нам там беру типами да он условно мир катастрофизирует то есть по сути весь поток входящей информации он не видит адекватно да то есть он его катастрофизирует и там где человек с надежной привязанностью например сделает правильные выводы относительно того храни деньги но я не знаю сейчас неважно то ребенок с ненадежной привязанности из-за того что в первые года жизни ему не оказывалась моральная физическая эмоциональная поддержка от родителя или вот он оставляли одного он начинает весь мир катастрофизировать и по сути мы возвращаемся опять к миру прыганью да то есть он запрыгивает вот чек с надежной привязанностью запрыгивает в спокойную жизнь с психически спокойную спокойные действия спокойная работа чек с ненадежным типом привязанности падает постоянная попытку там накопить сохранить перестраховаться и так далее чувствую тревогу дальше туда подмешиваются идеи что я заработаю денег станет более тревожно стоит наоборот более спокойно и чек находится вот в этом мире так вот я о чем говорю что я посмотрел исследования что в испании больше 40 процентов людей с надежным типом привязанность в россии три или четыре думаю когда станет я думаю то же самое да то есть потому что и это понятно но смысле это ненадежно эти привязанности приводит обычно смотря это к чему приводит очень просто что когда человеку с надежным типом привязанности подходит незнакомец у него первая идея у классно сейчас пообщаемся когда незнакомец подходит нам стырит ударит как бы подвох какой-то и так далее поэтому давайте мы лучше как бы сядем но условно подальше от всех чтобы чувствовать себя безопасность представляешь это как бы это же очень понятно то есть вот базовое такое фоновое состояние человек который чувствует себя либо спокойно уверенно и как будто бы за спиной стоят родители даже если их как бы нет уже в живых да но он чувствует себя надежно потому что мозг видел что его эмоциональные физические психические там потребности решаются адекватно вне зависимости от настроения родителей потому что проблема начинается когда когда один раз ребенок ударился папа в хорошем настроении он его пожалел а потом папа в плохом настроении он сделал такое же действие а папа сказал ты дурак что ли ну куда идешь да и то есть и начинается как вот эти неперенка я все-таки могу полагаться на то что меня утешит или не могу или могу когда коленом а когда рукой не могу начинается как бы там вот ну картина мира начинает плыть и ребенок вынужден как бы сформировать какую-то точку зрения все-таки могу или не могу или могу ну когда это типа супер какая-то жопа да тогда могу ну и начинаются и сложности заключается в чем в том что мозг ну как бы мозг перестраивается от типа привязанности то есть не софт ахарт хард да ну то есть вот он взял из структуры мозга до структуры мозга отличается у людей с надежной привязанности надежность избегающие тогда вспоминаю себе потому что недавно я был так зол у нас старшего сына обычные его очень как бы обычные всегда поддерживают зол он упал повредил колено не прошел мимо сейчас они это смотрят в тебе этот отзывается я плохой папа да на самом деле они даже высчитали какое количество раз меньше половины то есть если чуть больше половины я реагировала адекватно то формируются надежным привет то есть это да это на тему как бы родит и你们 и то есть это не то что ты один из десять должен десять раз как бы адекватность обвести 6 достаточно половину чуть больше половины знаешь они даже посчитали потому что нам и все как бы родители там есть выгорание усталость там злость проблемы вот поэтому это не настолько как бы сложно и несложно до одно время тоже половина раз реагировать на удовлетворение потребности маленького человека не сложно можно как бы да можно так свою жизнь сделать потому что все что нужно на самом деле там как бы никакой супер знание это не нужны дает удовлетворение ну как бы это ощущение физической безопасности то есть ребенок должен понимать что его покормят что собаку отгонят это ощущение это успокоение то есть не норовоучения успокоения не так важно да то чтобы он же момент не нужна на учение году наши все конечно конечно да человек там и в принципе каждого каждому взрослому бы хотелось так что когда ты приходишь тебя бомбит чтобы тебе чтоб тебя сейчас условно ну выслушали но в детстве там пожалели по голову погладили потому что все это формирует словно такую ну как бы здоровую психическую конструкцию во взрослой жизни ты уже сам себя может спокойно то есть не бежать к врачу перепроверять что-то да а и но вещь не группе фактическая проблем нет но это про себя и точно что же к хондри было да и это все знает а у тебя есть навык самоуспокоение да то есть со самым как бы потому что тебе когда тебя родители успокаивают у тебя формируется ну какая-то структура личности психики которая там там все поддержида сначала это родитель потом она входит внутренний мир да и поэтому здесь я к тому что не нужно корить себя за какие-то там косяки потому что но родители сейчас проводить потому что слушай но там у всех происходит то есть есть лишь какие-то идеальные там где-то в инстаграме это люди ну вот но в целом достаточно просто держать вектор или почитать там немножко какие-то книги мне нравится но даже можно читать книгу по родительству книга по одному названию все понятно давать ребенку корни и крылья вот не весь такая психиатром детским написано да папа теория привязанности можно почитать она очень хорошо очень классно в целом понятно корни и крылья до крылья в плане мечтаний плане творчества плане того что ему хочет ну что он хочет не то что мы считаем ему должно быть полезно ходить там не знаю песни петь какие-то там там или на дамбре играй да потому что я в свое время там правом не стал чемпионом да а что ребенок отталкиваться от потребности даже крылья были и корни чтобы он понимал что за ним стоит что-то кто-то ну то есть вот рот но в смысле чик который успокаивает вот и интересно еще что в теории привязанность в принципе достаточно такого контакта с одним значимым взрослым то есть не обязательно чтобы как идеально конечно 2 да да но если есть бабушка дедушка папа мама старший брат который выполняет вот эту функцию ребенка формируется достаточно надежной привязанности и это человек принципе может у мусора быть любым то есть любят гений а ты вот можешь обратить внимание что есть такие семейные конструкции где ребенок например очень уважительно относится к дедушке но нет ну прям да а родители типа так себя это говорит лишь одном что родители не смогли выполнять функцию надежной привязанности ребенок переключился без разницы на дедушку на соседа бабушку конечно это как бы там не не ну наверное не влияет как бы группа крови и нам отца тем более да там влияет как бы вот кто подхватил роль надежной привязанность поэтому там есть особые механизмы поиска это надежной привязанности если уже как бы потом лучший из худших выбирается просто на и просто тогда сейчас как ты направил меня к личке психологию например кайфую и вот изучив ну понимаешь условно говоря там что прокачивать женственность не надо прокачивать женственность нужно прокачивать мужской образ мужчины как я сейчас понимаю так они держите привязанности к акутор ты можешь доверяться и будет условно говоря слабые условно говоря если у тебя этот образ отсутствует у тебя торс и кусок те яйца который кибыть и мешать быть женственной конечно здесь вот счет давай вернемся туда то о чем мы говорили да то есть если девушка себя чувствует неуверенно из-за непереваренного жизненного опыта и сформирована ненадежный тип привязанность и она начинает всеми силами от муж добиваться уверенность на это невозможно то есть это возможно на очень краткосрочный период типа ой вот хорошо откроем счет положи туда не знаю 100 тысяч тенге и тогда вот я так тебе скажу что я чувствую себя в безопасности но окей но купим не квартиру да но это закончится ровно также как человек дошел который сдал анализы успокоился и в нем не зародилась мысль а вдруг как бы но я не видел как как открывали я свои кейсы рассказал я не видел как открывали иглы а вдруг она взяла из-под этого из-под прошлого пациента и значит начинается заново ты приходишь в эту лабораторию пошел нахер отсюда уже ты гонишь вот потом ты начинаешь изучать система приема крови и узнаешь что например ты узнаем это я просягу я узнаю что это что два раза нельзя использовать фактически понял да потому что она типа 1 она вакуумная система давно было когда у меня там сильный там были да вот и ты такой блин ну все ну точно в два раза вообще кровь бы не потекла ты такой ну хорошо а ватка и заново вот и здесь то же самое то есть да реально у тебя было то ну конечно я страна очень сильные походе от хорошей жизни пришли по залу и далее у меня суши я задали мысль меня смотри понышь я давно для себя сделал нормальные психически здоровые счастливые люди они не смотрят не подкасты в обиду там в принципе проблем нет ты иди отдыхая развлекаясь зарабатывать деньги да рисуй да то есть рисую ну как бы зачем тебе отвечать на вопрос типа как что-то изменить если сюда нет проблем да поэтому мы все как бы родом из детства вот и поэтому здесь абсолютно то же самое да то есть если женщина например чувствует себя неуверенно по своим жизненным каким-то так получилось причинам до дальше происходит следующее значит обычно такая женщина силу своего непереваренного концепта что такое уверенность выцепляет хаотично но не хотите для нее она выцепляет случайно мужчину в котором она что-то принимает за уверенность на и вот это что-то это может быть например агрессия вдруг по ее мозг посчитал что агрессивный мужик который так все стали все пошли англии вот слушают с ним вот это надежно бульда но он просто агрессивный агрессивный неадекват с неустойчивой психикой который хочет со всеми драться но он демонстрирует что-то что входит в нее как пазл он кого-то у меня подарит уверенность и дальше но как бы миллиард миллиард кейсов которые мы там так и знаем да ты женщина пытается добиться от него уверенности он может ее демонстрирует ну или дай бог даже допустим он супер прокачанный психически он дает ей эту уверенность но она не по ним они берет да но она дошла и подумала что там навадки да то есть а вдруг а вдруг он меня бросит он меня бросит с детьми так давай значит еще очень придумаю давай тогда если он меня может бросить давай тогда профессию обрету ли бизнесом займусь там или не знаю любовников веду ну там только того что гораздо это процесс он не останавливается вот что я понял в своей жизни испытывая на тревожное расстройство да этот процесс не останавливается от внешних факторов да не машина не дом никого ничего не пили с другого нет вариантов ну то есть можно потратить десятки лет на то чтобы эту мысль усвоить ли посмотрите запишите на листочек да то есть мозг работает следующим образом это фоновое сканирование опасности без разницы это может быть тревога неуверенность поиск надежности стын ну то есть вот он ищет опасность берет эту опасность если мы говорим про тревогу да я например катастрофизирует ее дальше пытается этим как-то совладать проконтролировать сдать анализы там что угодно да дальше наступает расслабление и поиск снова под поиск фоновый поиск ну а также и если мы говорим про девушку например и про женщину которая чувствует себя неуверенно в отношениях и думает что проблема в том что да она сканирует мир исходя из этой идеи выцепляет фрагмент реальность дальше пытается этим как-то до пытается этим как-то совладать себя изменить внешность изменить взять от мужа счет какой-то денег или не знаю там выучиться на как вот специалисты дальше делать наступает временное успокоение неделя две три месяц три дня и запускается опять фоновый поиск того что у меня тревожит и как бы из это выход из этого замкнутого круга это осознание того что я автор вот это и это неплохо нехорошо да но смысле это факт в силу непереваренного жизненного опыта вот во мне это есть да и чем быстрее человек может быть даже одного этого сознания хватит да может быть нужно идти там каким-то специалистом психологом курсом ну там кто как бы кто во что гораздо то и то и делаете вот сейчас я вот что заметил у нас подростание в принципе в россии тоже это магическое мышление то есть либо делать некий ритуал внешним словесно 10 что-то который мысли который думали думаешь когда не связаны вещи будет влиять труд на друга да слушай но мы мне кажется никогда от этого никуда не уйдем да потому что эволюционно мы делали и подношения и кучу кучу всего с непонятным влиянием там на результат да вот и сейчас например ну я уже кого-то только не встречал да там вот есть такое понятие астромаркетинг да то есть запуск воронок маркетинга отталкиваешь твои натальной карты и вот они на серьезных там щах считает по твоей дате рождения но как видите каналы инструменты маркетинг использовать в какой дату тебе надо сделать там запуск воронок фейсбук и там так далее да и мы приходим к тому что следующий навык у нас был то есть у нас был навык расслабление напряжение у нас был навык концептуального мышления у нас был навык просто задавание вопросов потому что на тему вот там книг обучения так далее моё моя позиция однозначно нет вопроса не надо ничего изучать но потому что надо участвовать ни в каких конференциях пока не сформирован на запрос то есть вероятность того что случайно залетит эта информация кардинально изменит бытие она стремится к нулю да потому что нет поискового рефлю не рефлекция поискового поведения относительно ну чё ты ищешь какого-то человека на это построить другое дело там ради фана можно сходить отдохнуть ну как бы нет вопроса да но читать книгу с надеждой что вдруг круг что-то там просто что не изменит мой моя практика да и следующая следующий навык от критическое мышление вот критическое мышление это навык с одной стороны наблюдать какие-то когнитивные ошибки да то есть особенно когнитивные ошибки там обобщения то есть упрощение в общении там и так далее да значит и основная проблема вот всего о чем ты говоришь вот о магическом мышлении она лежит ну как бы в ином порядке это называется так что самое страшное что с человеком может случиться психологически это понимание того что все не определено потому что наш наша психика наш ум существует только через какое-то самоопределение идея самим себе вера в какие-то концепции вера вера в концепции эзотерические вера в концепции научные понимаешь потому что но условно представляешь вот есть ум эго психика личность которую до сих пор никто не знает где находится вот она существует только если она выражена в какой-то форме да если форма нет как она то есть должна быть какая-то форма вот эта форма она чем ну как бы четче понятнее да тем она более условно приятно поэтому вера какие бы то ни было концепции научные я на это всегда смотрю как бы знаешь как попытку ума успокоить успокоиться и зафиксировать какую-то законченную работу ну да какую-то вот вот слушай я вот если по астрологии запускаем значит по астрологии да и дальше получается совершенный какой-то диапазон того какая концепция может зацепиться на и более того честно говоря я даже как бы и не готов сейчас сказать какая из этих концепций правильно правильно да потому что при детальном разборе как и научных концепций так и эзотерических мы можем сказать что слушай похоже вот здесь есть исключения а здесь тоже работает и ты понимаешь что но есть какое-то ощущение что все вообще как будто бы не определено на на потому что есть кейсы которые полностью противоположное находится например если мы возьмем питание да у меня есть там друзья сыроеды прекрасно себя чувствую вылечились вообще от всех там мыслимых немыслимых заболеваний и продолжает есть и у меня есть там друзья корни на карнивор диете там нас лет одно мясо едят идеальные анализы идеальные самочувствия вылечились от всего чего хочешь да и вот как бы а чё есть то в итоге ну то есть но при этом вроде как есть какие-то понятные концепции что если один белый хлеб будешь есть но наверное находился хорошо для пол джи луч но с другой стороны есть люди ну то есть вот я вчера читал из чего который 100 дней 100 дней подряд кушал возьмутся анализом я видела вода да да то есть все начинается есть не к тому что точно есть какие-то корреляции есть там но про медицине что-то что-то есть да вот но я сейчас стал менее категорично да то есть если мы с тобой сейчас говорили там несколько три-четыре года назад пять лет назад я бы очень жесткую позицию занял относительно слушаем вот есть исследование из буквы академия ничего да вот есть следу не рабочие там по астрологии гомеопатии вот а сейчас бог узнает не знаю вот поэтому для меня такие вопросы всегда идут в разрезе цели да то есть если у человека есть цель которую он сформулировал для себя достаточно понятно при этом наладить отношения женой что такое наладить отношения это значит не должно быть спазмов в теле когда она приближается это должен быть значит там не знаю какое-то время выделены на досуг вместе это значит должны быть дети я не знаю что там для себя сформулировал не просто типа наладить отношения конкретно и дальше через призму этих целей он начинает что-то делать чтоб его гомеостаз ставит в принципе без разницы что он делает он может заниматься он состоянием на он может не знаю медитировать он может голодать держать мозг если он очень честно с собой видят приближение к цели по параметрам что раньше например женой ругался 10 раз в месяц сейчас там один раз и слушать научился то в принципе какая фиг разница на ну какая как бы какая практика этому повлияло на это да и в принципе даже вопрос не надо задавать потому что чем дальше туда закапываться тем как бы вот это кроличина раз становится глубже да что помогло солнцестояние или плацебо что ты поверил в это да потому что вот оказывается что плацебо на собак влияет на до 40 процентов да то есть хозяин верит что он дает собаки лекарства собаку выздоравливает так же ну то есть бог узнает вообще все не определено но где-то что-то определено да поэтому проблемы когда начинаются когда человек не сформулировал четко параметры которые хочет поменять в своей системе отношения денег там так далее дальше он что-то делает у него это не меняется и он продолжает как бы заниматься там одним и тем же подходом например только эзотерическими практиками на гвоздях стоит чтобы там не знаю нам денег заработать да может быть надо пенель выучить ну наконец дашь фокс или понять то есть и мы переходим к следующему навыку это навык ну вот как бы назвать при жизни да и критического мышления помноженного на не закостенелась картина мира адаптивность надо вот назовем его адаптивность адаптивность что такое что ты как будто так пошел не идет ты не продолжаешь делать одно и то же ты можешь понять что слушай а может сейчас надо по науке а может поймей а может здесь по интуиции ты как бы используешь вот эту технику винегрета до до тех моментов пока не получишь какие-то значимые изменения да потому что на то что я наблюдал в своей жизни в жизни других людей обычно мод как проторенную дорожку выбираем да и по ней там как бы и начинаем но продолжаем то есть вот те реальность будет не работать не работать не работает и где вот эта грань на тоже она не определена где грань когда ты не додавил но условно как бы сдался но он тогда или ты уже как бы дурак который просто сто раз делает одно и то же смотрит осел до 100 ниш запустил у тебя везде там доход миллион тенге ну наверное как бы не в нишу дело в чем-то другом да вот мы еще еще 100 запускать а может 101 выстрелить никто ничего не знает но базово базово от мы все же с тобой работу достаточно давно поэтому как бы вот от все этапы проходил не базово из тех кто что ты говорил мне помогла только одно чем наш когда я прихожу чтобы советую то есть либо то есть либо тоже договорившим цели выписать это другое тоже вот бронет если наверно долгого времени отрицания сейчас согласен потому что только определенное количество людей к сожалению способна то чтобы условно осознанно менять свою жизнь в популяции ты мишина осознанно через самоработал да ты говоришь наверно похоже что то таких меньшинство это не делает их какие-то эксклюзивными да это говорит о том что просто другим надо использовать другой инструмент да и один из для меня вот на таких понятных и значимых инструментов это социальная группа до него даже если ты имеешь какую-то условно дисфункцию которая приводит тебя плохим результатом или не приводит каким-то значимым для себя результатом если мы включимся в другую социальную группу которая у которой это есть или которая стремится туда вероятность того что это случится с тобой нужно стоит многократно даже с учетом того что тебе не нужно на них сознательно получать какой-то науки да то есть просто видишь как люди общаются что они делают и как бы мозг автоматом проявляются получается первое чудо есть люди я удивляюсь например тоже мишель отмечали шкишу я удивляюсь его на наш мир биг на ему партнер да он прикинул сидеть как бы ну спокойно реально сидеть и писать так висит тупану и все это я так не могу я могу работать в конфигурация то есть ты то ругаемся как будто делаешь подсказывать и я в этом культ и огорожить им ты говоришь что эти говоря мусорного социальной группа умеет социально все-таки такой на втором на втором плане дополнить мне казалось что я не могу сам себе делать значит тупой то есть многие люди так и делать когда приходит условно говоря ментор условно говоря на наставнику дали чего которому мастеру он сильно себя чувствует а я никогда не так ничего не чувствовал из масса людей которые себе чувствует очень глубоко да приходит условно человек который что-то знает да потому что это бьет в их вот это не переваренный жизненный опыт который называется там меня критиковали со мной что-то не так и сейчас вдруг я скажу что-то не то и я буду также испытывать такой же стресс как перед учителем истории который меня указки 6 лет указки как бы ударил до мозг ты запомнил пытается избегать да поэтому социальная группа людей объединенных одной целью программирует каждый вложенный элемент туда автоматически есть как не был николас крестакис connection называется связанный да там описано очень много экспериментов включают этот эксперимент который был проведен на базе фейсбука да где ты общаешься там семью с знакомыми если они набирают вес то ты набираешь вес автоматически вне зависимости от того какой у тебя тип питания спортом занимаешься это понятно сейчас задним числом понятно да там в женских коллективах критические дни синхронизируются да похоже что вот эти вот инструменты обмена картинами мира внутри социальной группы это тоже какая-то эволюция потому что находясь в одной пещере нам нужно как синхронизоваться там было было да было и сейчас от механизм никуда не делался да и получается что есть вот несколько путей развития да то есть один путь развития это путь индивидуального саморефлексии анализов потом и так далее да либо другой путь то есть это смена социальной среды социальной группы или как я а или как я к кому-то прийти но это по сути тоже да 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 то есть мне вообще я сейчас прихожу к выводу что ну условная терапия какая-то она не столько строится на инструменты сколько на обмене картинами мира людей да здесь очень важно как бы понимать что если у человека есть например проблема с отношениями и он идет к человеку психологу у которого этой проблемы нет у него идеальные отношения да то он без разницы вообще какими методами если в процессе обсуждения не это будто процессе наблюдения у другого человека произойдет плюс-минус но как бы изменение к его картине мира и тут главная ошибка которую многие люди существенно осуществляет им кажется что как бы например дальше с этим же человеком можно и там и про финансы зарабатывает 300 тысяч рублей вот как но в силу своего профессионализма он будет как бы как психолог например разбирать глубинные убеждения и так далее но у него у самого там не за нерешенного может может ему это и не нужно мы не берем да но и он даже сам будет верить что он тебя сможет научить но вот здесь пазла нет и он не перейдет поэтому круто потому что значит и вот сейчас извинишь перемен потому что ты прям вот вещь как работает наш подкаст вот у нас по крайней мере тех людей которые вижу берет одного человека скажу условно меня и видимо заходит какая-то мысль моя и пытается меня раскручивать на все темы начиная от финансов где хорошо разбираюсь на роде психологии заканчивая от женственности родительство все-все-все-все-все-все-все и как я будучи человек с эго с персоной с маской на на не могу сказать что я в этом не разбираюсь и обычно мой тупизм тоже воспринимается как серьезная мысль вот эта история сейчас как бы в обществе питает и я на таком припадает уж это знаешь это проблема не столько как бы там конкретно тебя и там других учителей терапевтов эта проблема людей в чем она заключается в отсутствие четкой дифференциации своих желаний например вот условно говоря как бы выделил как бы выглядел идеальный психическая работа человек который хочет встретиться с друзьями перед этим было бы у этого человека глубочайшее осознание того что он хочет он хоть сейчас повеселиться он хочет поговорить на умные темы он хочет по флиртовать он хочет не знаю побухать что он конкретно хочет да исходя из этих как бы своих потребностей ему бы ум выдал того человека с кем хочешь с кем с кем была бы удовлетворенная но кто бы смог удовлетворить его потребность а проблема когда начинается когда ты с человеком ну во первых когда ты не осознаешь потребность а во вторых когда ты например поехал с человеком который супер веселый поржать в клуб и от него и начинаешь с ним разговаривать некий глубочайшую серьезные темы он аферевая да он я вообще при чем ну то есть давай потусим да и мы на человека обижаемся потому сознательно бессознательно потому что он не удовлетворил наши потребности он не нанимался да и вот это вот такое напиливание вот этих потребностей с поправкой вообще ты можешь там другой человек вообще может это к тебе дать это ответственность но прежде всего вопрошающего так тот кто вписывать потому что это же как бы проблема людей что они сейчас вот себе нафантазировали что там ты или я супер разбираюсь во всех сферах поэтому давай мы сейчас пойдем к нему получимся и вот этому и вот этому и вот этому но это как моя проблема как вот аллен здесь наш общий знакомый для него не знаю где он сейчас может с разрушенной картиной миру потому что он считал всех супер успешно всех супер богатыми у всех какое-то количество денег у всех идеальные отношения там наш не курю они таллинн блин каждый день в тревоге живут нет нет это не может быть знаешь ну вот может ну то есть и это как бы вот опять же закостенело есть восприятие другого человека то есть он поверил какой-то образ выцепил аспекта реальность и дальше начинать его подтверждать не ставил в сомнения вдруг вообще но вдруг все кто мне что-то говорит у них самих там этого нет и я и как ты правильно сказал что очень мало людей которые могут признаться в своей уязвимости ну то есть конечно слушайте мне кажется по ходу ну глядя на свою жизнь наверное более-менее очень аккуратно я могу рассуждать только о том как ну так сделать а здесь у меня четко получается плохо как-то да и если это чуть лучше чем у тебя ну наверно там я тебе могу объяснить да но если вы там мы на одном уровне там все что мы можем вместе подискутировать может быть чуть-чуть найдем какую-то там когда бывает что лука допустим и программ приходит на каменную терапию я объективно я хорошо разбираюсь условно могу в тысячу жопу в моменте ну говорю вопрос присвоение себя своего там сепарации или же там опору себе давай вот идти к нему к ней специалистов это человек объективно удивляется и говорю блин я и об этом до разбираюсь это не повод чтобы начать заниматься из люди которых кратно лучше мне занимается и вот как раз у тебя увидел когда ты начал отправить люди пришли специалист по т.п. да да ну а почему то я ну в это потому что видимо долго занимается темно да и я могу все и сам делать каждый каждый на своем месте должен стоять но забитых но ты совершенно прав то есть мы должны как бы одно усвоить то есть если мы хотим совершить миропрыганье мы его можем совершить через переработку и разбор свое собственное восприятие до которая завязана на глубину убеждения на стратегии защиты от этого глубина убеждения от травм псих от родным псих от ровно либо мы можем искать социальную группу в нее включаться и мы туда запрыгнем здесь очень важно не включиться в фейковую социальную группу да и здесь ответственность каждого конкретного человека разобраться в этом да а вот действительно ну действительно ли люди которые вот так говорят вот они так так живут или это я себе настроил или они мне помогли еще достроить эту какую-то иллюзию да сами там не знаю вот и здесь начинается вот это вот такая проблема потому что очень много искаженной информации в том числе и от людей в том числе от людей и особенно тех кто выступает там на сценах и так далее да то есть люди совершенно в полном вообще разгладе жизни учит нас там мотивации харизме там и всему остальном но к сожалению это так вот но опять же критическое мышление на никто не отменял и действительно существуют группы людей которые в каком-то аспекте живут ну как игру как для нас например все казахи соотносительно детей находится в иной какой-то параллельной реальности да потому что мы там устаем не спим у умираем там у вас по пять детей как бы и нормально да то есть я вот даже одну как бы одно соприкосновение с группой тоже не один так живешь на то есть тут же много сеет идею что что-то как бы происходит не то так же как я себе идею туда еще который подальше от вас совсем который там по 12 раз за ночь просыпается уже три года подряд что что-то не то потому что у меня спят они в отдельной комнате там сами да вот и мы как бы все обогащаемся за счет другого и но за счет общих картин мира но с другой стороны если бы у меня была как бы закостенелая картина мира я бы мог условно уйти в обесцении сказать блин ну зато у вас они все будут с ненадежной привязанностью в этом время деляете да но это чисто как бы попытка ума не согласиться с тем что я что в этом не соображает это не то что нет происходит но как был как как работает понимание поэтому также вот и в других социальных групп то есть если там эта среда трушная ну в смысле как без искажений да то и человек действительно то стремится его картина мира прояснится вопрос времени вопрос времени и наши т.п. напутались по количеству встречку время то есть вот сколько времени как бы человек про тусит просто в диалоге неважно каком потому что ну как бы там все равно это проскакивает диалога у него выпадет картина мира либо он должен будет отскочить оттуда искать что вы все дураки счастливые наверное вы просто ничего не понимаете да мир мир не такое мир число вопрос так или иначе находится же как социальный купишь то есть как бы мало людей по карьерам нашем обществе который отдаленно живет когда здесь смотреть здесь не просто как бы речь идет о том что типа давай я зайду не знаю другую квартиру как бы все изменится да мне речь идет о том что это социальная группа должна в ней должна быть возможность принимать и выражать себя без искажений да если я включу социальную группу где где люди будут врать сами того понимая не понимая и транслировать мне то что на самом деле как они не живут естественно никаких изменений ну как бы не будет ну да ну то есть ровно так что если я например включу социальную группу у казахов которых по 5 детей но не знаю они вообще не занимаются и будут мне рассказывать как классно родить но у меня изменений настанет то есть то есть потому что вы как бы вы даете неправильные но не искаженную информацию нет то есть включение официальная группа понимает достаточно близкое общение да то есть если мы например включился в социальную группу каких-нибудь не знаю олигархов и они нам начнут рассказывать как на самом деле дела обстоят как они себя чувствуют плохо или хорошо наоборот может быть там по-разному бывает зависимости от группы да то наша картина мира достаточно прояснится то есть она может мы скажу слушай вот вы первые 10 человек которые с каким-то капиталом и мне рассказали что слушаю у всех какая-то жопа я вот так не хочу то есть у вас деньги то есть нет ни общения с детьми нет ни общения с женами там и вот это сказали 10 людей с каким-то капиталом ты можешь честно понять что по ходу тебе как бы на счет по-другому можешь поменьше но ну то есть это не связано с деньгами я имею ввиду что это сильно отличается от того что если они сядут за столом и все будут демонстрировать как у них все идеально этом с женами с детьми на самом деле не так то есть вот это вот внутренняя внутренняя и внешняя честность она очень важно то есть изменения в социальной группе происходят только когда есть вот такой какой-то честный обмен информации да то есть через мастер-майда я не знаю кого как как формат надо формат неважно то есть я согласен что если бы у тебя был бы навык саморефлексии это уже было бы то есть скорее всего ты был это уже сказать не смотри может смотрел ну не стоит не стоит с таким интересом потому что там наверно был бы занят айси как я этого нету ну скажите ты сам по самому по тебе не появится ночь как бы ожидать еще 35 лет что они появятся вряд ли мы возвращаемся опять то есть вот ты знаешь как бы в эту систему конструкции слов предложение может давать любые слова да то есть я автор своей тревоги значит я результат моей моей цели ну то есть моя жизнь это результат моей цели то есть что я имею ввиду что вот ровно то что сейчас у нас есть каждом аспекте нашей реальности леса баланс там без разницы назвать это результат моей цели он хреновое отношение значит это результат дамаса бульмита выступали баня когда я у тебя отправил аят сурой за это да все люди получат а все люди получают ужасно это хром мухаммир в коране и к тому что и как бы ну сложно принять факсу условно тебе же потому что это была твоя цель да это сложно принять потому что есть искажение относительно термина цель то есть термин цель применительно к этому кажется как будто и тут я сел составил себе список достижения хочу согнать себя в жопу там как бы и вот там оказалось нет по цели я понимаю что на смысле то что я понимаю цель здесь достаточно сложное понятие в смысле сложное в плане туда очень много намешано да да из того что мы действительно осознаем относительно своей цели это лишь мал малая доля малая доля того что мы действительно понимаем почему мы так вот докатились до жизни такой да большая часть остается как бы ну за 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 рамками да но факт с фактом то есть я результат то что и имеет результат моей цели я объясню но мы можем на разную глубину туда провалиться но если мы чуть-чуть например уйдем физиологию да это становится очень даже понятно то есть акцент результата а акцент результата черву цена систем да то есть даже можно еще чуть подальше сойти то есть если ребенок учится играть на пианино у него образуются специальные клетки для обслуживания опыта игры на пианино да и чем сильнее он играет тем этот опыт но тема тему эта сеть памяти специализированы нейроны равно как бы становится это сеть шире да и здесь ровно наоборот наоборот ровно то же самое да вдруг в ребенку начали внушать идею что с ним что-то не так и ребенок начал внутри себя повторять идею я плохой со мной что-то не так я недостаточно умен и так далее значит образуется сеть специализированных нейронов которые начинают обслуживать эту эту мысль понимаешь и проблема в чем заключается в том что мозг же он как бы наусловно нейтрален ему что обслуживает для обучения на пианино да что для обучить нож мысли что для обслуживания очень строгой но стройной идеи что со мной что-то не так да разница никакой нет проблема заключается в том что эти клетки когда они как бы специализируются они ну словно питаются определенной средой да то есть они находятся определенной такой гормональной среде там нейромедиаторов и так далее да и получается что условно вот здесь вот клетка родилась специализировалась и кушает то что находится там но в ее оболочке рядом да это что она кушает соответствует идее что со мной что-то не так потому что определенный уже только это но она специализирована для нее же нормальная среда понимаешь вот условным там например мозг кислый 0 там кислый да то есть идея со мной что-то не так делает вкус мозга кислый вот она она когда начинает кислотность есть это моя еда я ради этого как но смысле я вышел на создалась и я ничего не не видел разном то есть для меня кислое это как бы окей да и дальше человек вставляешь он начинает например меняться и у него вот это кислая среда становится там вкусный там розовый да и вот эти клетки не ведь нет ну типа мы-то разделить в этой среде поэтому но верни нас обратно верни нас обратно поэтому вот эта мысль что моя жизнь это результат моих целей можно сказать что я плохой со мной что-то не так это достаточно большая часть моих целей потому что если не будет проведена работа по снижению аппетита этих клеток то это моя цель даже если я с этим не согласен ну то есть вот то что я с этим не согласен это вот такая часть как говорите ли вам не да а сеть того что со мной что-то не так или мир опасный или я плохой это глубочайшие там слои памяти с нуля там с нуля там с 2 до 15 до 30 лет зависимости от того сколько человек там варился в этом и как ты можешь мне сказать теперь что это не цель это не цель если мы по цели понимаем как бы курс цели полагания где я бы написал свои сознательные какие-то цели до конту маленькой да а я говорю что вот цель ну то есть по сути я результат моя жизнь это результат работы вот этой сети памяти потому что это миллионы лет эволюции которые вот создали совершенный механизм то есть ты же на пианино сейчас ты научился градус на 5 ты сейчас на нем играть можешь то есть понимаешь это же как бы такая очень сложная задача тебе нужно забыть как играть на пианино ну то есть понятно не очень корректно сравнение там там мышечная память здесь другая но тем не менее бы механизм он такой же тем более когда я вот получил диплом у меня же вк рвов с на калификация работа тоже явление травм на жизнь потом это понимаем что есть перентальный период потом до года у нас отдельный урок будут у нас то же самое и ты поиск и понять не понимаешь человек не согласен с целью а хотя цель был сформен до 6 лет это он человеку условно говоря не могут вирвализовать слушать ради бога да мы там мы можем еще уйти когда мы у мамы в животе ну то есть в принципе да и если мы как бы не будем касаться каких-то непонятных хотя нельзя обесценивать их важность каких-то перинатальных матриц там чё только не существует но существует эволюция которая говорит что если мама в этот моменте находится в тревоге на то она на то система организма думает что среда опасна и она готовит плод уже с определенным ну как бы с определенным эквалайзером конфигурации да то есть это все ну это же как бы очень все логично да то есть если я живу в нестабильной среде где всех могут съесть да то я наверное должен больше родить тревожного ребенка чем вот такого счастливого как бы художника у меня скорее сюда то есть он должен быть ну как бы сфокусирован чтобы он это чтобы он был сфокусирован это же набор определенных химических там нерве медиаторов предустановок то есть в принципе все в референсах если померить там плюс-минус но такое то вы там верхняя граница этого нижняя да то есть есть какая-то какое-то и такое влияние есть да я видел там людей которые у которых бабушка бабушки бабушки там по 9 месяцев медитировали да они сильно отличаются от нас ну да есть но он такой тип он мне надо заморочиться что заморочиться но мне надо прям постараться поймать какую-то тревогу тоже у меня базовый фон абсолютного как за спокойствие ну вот это конечно но влияет но не нужно как бы делать такой вывод о обреченности какой-то потому что все пластично то есть вопрос все начинается опять же среди с идеей что что то что у меня есть это результат моей цели и вот пока как бы человек в эту идею не примет не примет прежде всего изменения возможно и не допустим не допустим вот ну как бы вот то есть болеешь результат твоей цели да мы сейчас наберем жесткие заболевания да не имеешь денег результат твоей цели да вот то ли это цель которую человек сам себе выбрал сознательно скорее всего нет да хотя как бы говорятся может быть и до как вторичная выгода вторичная выгода может быть там не иметь денег чтобы не знаю не нарушить правила своей семьи это достаточно распространенная история на много-много чем может и тут как как матрошка может быть вот есть идея что я плохой потому что меня критиковали и мозг а эта идея это конкретные сети памяти да и как эта идея может ну сочетаться с идеей что я богатый и со мной все в порядке вот начинается это те люди которые опять повторно в долг заходил как вроде у делаю все чтобы выйти из долга ну последние пять лет мы всегда уже здесь я говорю для меня я когда понял вот что существует вот эта специализация нейронов до специализация нейронов под определенный опыт стало более менее очевидно да почему люди стремятся там к травмам переживать травмы да потому что паха по факту для некой части личности это супер травматичный опыт и он или она выбирает опять вот эти отношения или опять взять долг расстроиться чувствовать себя плохим и так далее и вроде человек как бы не хочет но на самом деле это просто вот так же и сложилось что вот этот вот не переваренный жизненный опыт который у человека сформировался в какую-то идею я плохой он просит это переживать чтобы им было что есть понимаешь представить весьм колыбе компания которая обслуживает эту идею который нужно покинуть работу на и это очень как бы причем это как в одну сторону так и в другую сторону то есть если например да то есть если например человек получал какой-то приятный опыт в детстве или там в студенчестве который не получает сейчас то под там стене алкогольное опьянение когда происходит базовый откат к более ранним схемам он может взять гитарку и начать играть как бы кормя вот от своих как свои нейроны которые на гитаре 30 лет не играл такой встал и у него вот эти клетки просто дело в том что обычно удовольствие гораздо меньше чем деструктивных идей да поэтому обычный человек который выпивает у него актуализируется вот эта старая сеть памяти и он становится там агрессивным или ну там начинает проявлять как мы говорим что типа чего у пьяного на языке на голове в голове на языке отрезано ну да то есть по сути вот как бы это есть да то есть проявляется вот эта суть но опять же это не суть личности на суд уж никто не знает что куличность да это лишь как бы адаптационный механизм мозга который берет реальность и как бы отпечатывает ее в клетках там мозга и ничего не предопределено но нужно понимать что самое как бы сложное это не не само изменение да потому что существует огромное количество методологий научных и научных да а это желание человека и осознание что я это сам натворил и этим надо заниматься самому-то самому да надо искать специалистов надо ходить вот это делать да и отслеживание то есть какой-то навык саморефлексии отслеживание вот этого сопротивления потому что вот этот набор клеток который по сути можно сказать что частично является какой-то эго структуры он не хочет перестать есть потому что у него для него это вопрос для этой сети это вопрос как даже снова же выживание да то есть и поэтому изменения с одной стороны вроде как бы очень простые но с другой стороны в то же время миллиона лет эволюции тянут ранний детский период тянет условно назад да вот но опять же все возможно и это действительно не какие-то сверх такие усилия прям что там надо много стараться чтоб что-то изменили я согласен до сих бы я когда хотел подкаст назвать у меня было да из еще вариантов у меня был друг мирском аж которыми фреза 7 синие в турции у него подкаст допустим 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 допустить лишь это тогда когда человек голове допускает что-то возможно а пока он пока не до пускать ну да это мозг просто будет игнорировать любые возможности до обесценивать и так далее сучим спасибо что это хорошо как всегда это в копилку наших разговор которые сотними часами могут длиться с удовольствием с того и прям дискутирую сегодня максимально старался маску умного человека не одевать действительно этого прекрасного прекрасная беседа слушай спасибо да и здесь не надо переоценивать степень какой-то умности меня или тебя да для меня это просто течение обстоятельств вот которым вынудили меня потратить к сожалению большей часть своей жизни на вот это да я бы не хотел делать его то есть я бы хотел радостно играть футбол но также сложилось до нужно было решать проблемы ну вот поэтому это ну как бы не наделяет ни тебя ни меня какими-то особенностями сверхспособности сверхспособностями да то есть с одной стороны до другой стороны действительно есть то как бы что стало более-менее понятно понятно да и во благо если это для людей станет каким-то первым шагом без разницы какой дальше дорогой как бы идти да ну вот я пока не могу оспорить в том что вот эти вот ключевые идеи о том что я автор того что со мной происходят и том числе и тревоги и результатов жизни на пока вот не удается я бы с радостью до хотел бы чтобы было не так мы похоже что как-то как-то близко тогда и с другой стороны тоже хочу повторить что мы может быть этот момент сложно обсуждали там по клеткам и так далее что на самом деле изменить может просто выслушивание человека или одно слово или просто намаз да где он искренне просит там что-то я не знаю как это у вас происходит но он попросил там какого-то разрешения внутреннего конфликта то есть чтобы не было такой идеи да что вот у человека может быть накоплено вот тут много жизненного опыта непереваренного да и ему нужно x4 время чтобы это переварить на то есть может быть на есть там ем диарда методология есть шок раз пустое кресло есть много чего что может быть решено достаточным достаточно никого и снова да и мы сегодня с тобой не стали там средотачиваться на этих инструментах потому что я щас пошелку души это не так важно важно вот эта инициация что да действительно я я понимаю что то какой мир я запрыгнул 99 процентов моя ответственность да это я туда прыгнул за счет своего мировоззрения за счет своих целей за счет своего не переваренного жизненного опыта и значит только я могу перепрыгнуть и как только вот эта идея у человека появляется дальше инструменты подтягиваются через религию через психологию через науку через за 3 куда главное как бы не 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 продолжать себя держать в иллюзии если ты уперся в какой-то инструменты он там не работает то есть ну критическое мышление должно быть как бы сложно это не было действительно мы там находимся там где мы хотели находиться осознанно неосознанно и к сожалению другой пути нету кроме как передумать это действительно потому что к сожалению не происходит самоисцеление просто просто для того что ты хочешь иногда бывает конечно ну но она смотря это самое исцеление она тоже продиктована какой-то инициации какого-то первого шага вот я говорю я в москве познакомился в свое время с профессором у которого была язва вот жуткий как бы научный человек вот и он был в какой-то деревне ему друг говорит ну типа сходить там в бабки бабка заговоры читает кто вы гоните профессор трушный но есть он мозг изучает и он пошел к бабушке лег вот эта бабушка чему насчитала и там через две недели у него прошла язва да и он такой блин нифига себе и все ему вокруг говорят слушай ну это вот там что-то магия какая-то и он упоролся и где-то не знаем может три четыре года он запустил такую большую научную работу и нашел в итоге нашел ответ что случилось вот просто его мозг как бы ему не давал возможность и случилось что то есть он нашел механизм который когда человек ложится горизонтально значит у этого человека видимо за счет эволюции зрения но зрительный анализатор начинает работать меньше потому что смотреть ночью не надо а слуховой анализатор начинает работать в другом функциональном диапазоне потому что видимо я так интерпретирую что нужно когда ты спишь слышать кузнечиков и так далее да и вот оказывается что если на этот слуховой анализатор положение лежа попадают невнятные слова тихий которые да да я не помню как он взрос который человек не может разобрать у него происходит угощение там возбуждение в головном мозге значимого очага да обычно значимый очаг это наша ключевая какая-то болезнь травмы сидя рву как беседе мы делали такое но это сын да это смр вот но это немножко другая тема то есть с мэр это звуки ты там можешь разобрать то есть а это механизм здесь в короче это другая тема но я понял что ты говоришь здесь механизм такое что если человек лег ему начинает на ухо чуть шептать что не может разобрать то происходит угошение доминанты в головном мозге а по сути доминанта в головном мозге патологическое если остается перед сном то это всегда какая-то патология или какая-то мысль но глубинное убеждение или какая там болезнь вот и происходит угошение у него произошло угошение вот этой доминанткой резвы которая какая-то имела какую-то иннервацию там нет не так это важно до нас я к чему говорю потому что представляешь он всю жизнь как бы маялся потом допустил просто ученый дедушка допустил возможность ну конечно безыходность ночью уже делать как бы пошел а в итоге все он вернулся как бы в науку да и нашел там этот механизм что в принципе если на ухо шептать то могут произойти какие-то значимые там изменения и опять же не панацея там от всех болезней но вот такой механизм нашел это я к чему говорю что условно там его 20 лет и 30 лет с язвы решились вот для него с какими-то там поправками до после вот этой терапии шептания и он заморочился ему мозг не дал и он нашел этому научное обоснование сделал даже помог для врачей какой-то там отдельный институт обучение вот но не шептание какие-то за аудиозаписи то есть он как-то пошел вообще вообще другой другой сезон ну к тому что его проблема решилась там за 20 минут шептания вот но у него появилась некая он допустил допустил идею того что его картина мира может быть неадекватно и вдруг реально что-то бабушка даже я не верю но он же пошел значит у него появился допущение вот я к тому что изменение начинается вот с этого допущения что вдруг моя картина мира не верна и вдруг то что я имею это и есть то что я на самом деле хочу сознательно бессознательно сетями памяти жизненным опытом и так далее поэтому без поэтому да ребят я долго знаем к тому шоу сегодня у нас такой хороший подкаст по моему не получилось и потому 1 подкаст морском языке можешь мне поздравляю на неизбежно подкатывал потому что восемь лет знаем был кайф на мне очень понравился и в этот формат мне тоже очень нравится надеюсь будет продолжение там мы будем других ребят тоже приглашать и ты сегодня что ты начал ты был первым человеком который в этой студии которая которую начался эта история зеркала реально считаешь это зеркало кто-то увидел себе круто да и здесь всегда вот как это как музыку слушаю знаешь у кого-то вот что-то отозвалось и начались какие-то изменения кого-то не отозвалось я однозначно понял что я на это вообще никак не влияет я не влияю не на мнение людей о себе самом вот не на их меня себе мнение о себе вот единство что я могу как правильно сказал как вот какое-то зеркало до что ага вот если я что-то там смог ты что-то смог вдруг у меня там получится и человек сделает шаг и дай бог что его этот шаг ну приведет к каким-то изменениям с поэтому поэтому до следующей встречи первая наша такая история поделитесь в комментариях если что как бы я знаю многие люди охеревают когда я знаешь я вот ты знаешь я не очень люблю сейчас подкасты и так далее да потому что я понимаю че людям хочется слышать на определенные рецепты определенные эти пошаговые инструкции определенные концепции да но вот я уже не могу это разделить то есть я не могу разделить что ты мне дашь человек и я вот так вот делай и все получится нет таких рецептов есть благословенный неопределенность все не определенного и мы использовали неуверенность неоверенность не определенности и все что мы можем это быть определены к этой неопределенности да и в ней как то вот находив TCP да какие-то шажки какие-то идеи да и все как бы всегда ну для меня так что если кто-то говорит что-то очень определенно на риса резко что вот только вот тогда или вот только вот так то скорее всего это может быть супер супер полезно да супер круто но а может и наоборот никто не знает на любая определенность меня сейчас начинает пугать меня тоже потому что я понимаю что вот когда напротив меня чик сидит на полном серьезе рассуждает как планета но заплатил две с половиной тысячи рублей узнал свое предназначение определенно да и ты так вот ну все я понял мне надо вот этим и он серьезно тебе это может быть вообще все так на может быть и не так да а может быть я из просто ощущаю в себя какую-то неуверенность и уязвимость того что не могу определиться определил человека за 200 тысяч рублей который сказал в чем мое предназначение дальше выхватил эту картину мира повернул или к себе и начал реплицировать этот опыт запрыгнул в какой-то мир который вообще может мне совершенно не нужен и горжусь тем что я сходил кому-то специалист да это я сейчас тоже вижу сейчас популярность тестов по определению психотипа и херня какая-то происходит и у людей которые высчитывая эти результаты и верить в это и я вот я сторонник сбора максимально разноплановых данных и вот такими кожными ощущениями определения это вообще как бы меня касается ли не да и в то же время внутри себя я постоянно ощущаю потребность чтобы мне кто-нибудь меня определил хоть в чем-нибудь в чем-нибудь да я уже думал белгейсу сдаться знаешь он в моей жизни управлял там через чип какой-нибудь потому что это это приятно неприятно ощущение что ты ничего не понимаешь что ничего как бы не определено и вот в этой неопределенность похожий разворачивается и вся жизнь какая-то какие-то чудеса и какая-то жизнь когда мы понимаем что я ничего не понимаю ничего не определено это прекрасно я позволяют чему-то как бы как как-то происходить не привязываясь к кому-то аспекту реальность при этом я очень понимаю и людей и специалистов искренне даже рад что человек может очень сильно всю жизнь серьезно разговаривать про влияние цифр там нам на на жизнь и может быть они действительно как-то влияют а может не влияют побудем это все если вы первый раз слушаете охереваете подпишитесь я так понимаю таких историй будет много если вы давно подписаны и беру возьми 106 на русском языке тоже поделитесь комментарий тоже будет прекрасно я очень благодарю тем от всех от всех нас надеюсь было прекрасно кому-то зашло супер не заслунул следующий раз все спасибо шага пока